Смотрите прямо сейчас в подробностях недели. 7 версий убийства Бориса Немцова. Изменит ли это преступление Россию? Дебальцево и Углегорск. Сегодня люди могут получить моющее средство и плед. Эксклюзивные кадры. Что там сейчас происходит? Ты извини, ты мне внучок говорит. *** качонку. За линией фронта работает Андрей Лащ. Обыкновенный терроризм. Откуда вирус проникает в нашу страну? Вот по таким тропкам, которых нет на карте, контрабандисты и вывозят оружие из зоны АТО. Худой мир после доброй ссоры. Война завершилась мирным соглашением. По его условиям, Босния стала федерацией. А если в Украину придут миротворцы? Посол Соединенных Штатов. Путин может прекратить войну одним звонком. Эксклюзивное интервью подробностям недели. Грозит ли нам крах государственного масштаба? Это катастрофа. Бизнес, можно сказать, просто встал. Честно о главном. Прямой эфир и откровенный разговор. Прямо сейчас. Вечер добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Прямо сейчас мы с вами будем обсуждать главные для страны и для всех нас темы. Ну, конечно, всех волнует, что будет с гривной. Даст ли МВФ кредит? Сможет ли Верховная Рада принять те законы, которых требуют от Украины? Ведь в коалиции уже разлад. У нас в этой студии будут и глава парламента, и Юлия Тимошенко, и посол Соединенных Штатов. Вот у них сегодня и спросим. Ну, а сегодня впервые за последний год мы начинаем программу не с украинских событий, а с того, что случилось в соседней стране, в России. Убит Борис Немцов, друг Украины, человек, который, по словам президента Порошенко, был мостиком между нашими двумя странами. И выстрелы, которые прозвучали в Москве, недалеко от Кремля, вот они стали выстрелами в ту Россию, которая еще, казалось, могла одуматься, измениться, отказаться от агрессии. Почему это важно? Почему это важно для нас с вами? Это самое громкое политическое убийство последних лет в России выглядит очень странно. И если найдут подтверждение слова тех, кто говорит, мол, это российская власть стоит за этой смертью, то для Украины это может означать только одно. Раз у себя дома Москва больше не стесняется, то и в украинской трагедии сдерживать ее ничего не будет. Даже санкции, какими бы жесткими они ни были. Так, Лея, то какие версии? Давайте разберемся, разберемся прямо сейчас. Вот наш российский сапкор Данил Русаков на прямой связи со студией из Москвы. Данил, начнем с последних событий. Сегодня в Москве прошел масштабный марш, по сути, марш памяти. А людей-то сколько было? Можно ли верить официальным цифрам, которые приводили российские СМИ? Евгений, вот смотри, 16,5 тысяч человек, это по данным московского ГУВД. Это даже не смешно, потому что, если посмотреть вот на эти кадры, то отчетливо видно, что количество человек действительно огромное. По данным организаторов, это представители российской оппозиции, ну, пришло как минимум 100 тысяч человек. В любом случае, речь идет о нескольких десятках тысяч людей. Они прошлись колонной по центру города, люди действительно скорбили. Было понятно, что они переживают очень тяжелую утрату. Многие в руках держали государственные флаги России. Были и те, кто держали плакаты, на них были слова «Борись и мы не боимся». Для многих произошедшее действительно стало настоящим шоком. Я опять-таки повторюсь, и событие, которое произошло два дня назад, сплотило практически весомую часть российской оппозиции, если даже не всю. Ну, вот посмотрите, характерный пример на марш памяти Бориса Немцова. Пришли даже представители российских националистов. В руках они держали свои традиционные желто-бело-черные флаги. Борис Немцов, при всей нескожести с тем, что с его политической программой, отдал жизнь борясь с системой, его надо поддержать. Ну, а колонну возглавили соратники, близкие соратники Бориса Немцова по партии РПР «Парнас». Это Михаил Касьянов, Илья Яшин. Они все время были там, они шли на это митинги, и они тоже несли в руках цветы. И, собственно, нам удалось с ними пообщаться. Предлагаю послушать, какой комментарий они нам дали. Потеря личного друга и моего соратника, боевого, можно сказать, в нашей борьбе за демократическую Россию. Да, конечно, конечно, это невосполнимая утрата для всех нас. Поэтому это нельзя даже осознать, что такое может произойти. Данил, а что российские власти? Вот они этот сегодняшний марш, марш памяти, они его согласовали? Потому что сегодня же намечалась акция протеста, и вряд ли ее участники могли попасть в центр Москвы. Да, действительно, Дима, это удивительно. Но акцию московские власти согласовали. Они ее согласовали буквально за несколько, можно сказать, часов до того, как она произошла. И было предоставлено место, собственно, место в центре, в самом центре Москвы. Люди прошли в нескольких метрах от Кремля. Такого прежде на оппозиционных акциях действительно мы не видели. И что интересно, действительно, на сегодняшний день и так была запланирована другая оппозиционная акция. Она должна была пройти в одном из спальных районов Москвы. Называлась антикризисный марш весна. Должна была называться, и Борис Немцов собирался принять в ней участие. Однако в последний момент было принято решение о том, что формат акции будет перенесен. Это будет акция памяти. И политическое мероприятие будет проведено позже, по крайней мере, так говорят представители российской оппозиции. Но, собственно, люди сегодня, когда проходили мимо того места, где Бориса Немцова не стало, два дня назад возлагали цветы. И известно, что, по крайней мере, вот сейчас, к этой минуте, что политика убил неизвестный киллер из белой машины. Он, как минимум, выпустил в него четыре смертельные пули. То есть те пули, которые причинили смерть. Одна прошла в голову, другая в сердце, еще одна в желудок и печень. И действительно, это очень необычное событие для России, так мягко скажем. Потому что что-то подобное могло происходить, наверное, только во времена 90-х. И последние 10 лет такого просто люди, жители главного города России не видели. Данил, ну самый главный вопрос у всех, кто нас сейчас смотрит. Какие версии? Какие версии отрабатывает следствие? Ну, на самом деле, об убийцах по прошествии практически двух уже дней неизвестно ничего. Версий много, они конспирологические, в частности. Так, например, говорится о том, что это могли сделать некие радикальные исламисты. Вспомнили, конечно же, и украинских националистов, правый сектор. На него так намекнули, ну уж куда уж без него, понятно. Что-то конкретное, что-то внятное неизвестно. Буквально через несколько часов после того, как тело Бориса Немцова забрали в морг, судебно-медицинские эксперты сообщали российские СМИ, что была якобы найдена машина убийц, однако потом выяснилось, что это тоже не она. Единственное, что сейчас можно доподлинно точно сказать, это то, что дело передали в Главное следственное управление Следственного комитета, и совершенно определенно, если тех людей, которые совершили это преступление, задержат, то арестовывать их будет скандально известный басманный суд. Ну, бог с ним, со Следственным комитетом, у него репутация неоднозначная. А соратники, близкие Бориса Немцова, что они говорят, что они подозревают, какие у них версии? Ну, на самом деле, очень много разных версий. Вот, в частности, все ждут того момента, когда показания, скажем, возможного единственного свидетеля, девушки, которая была рядом с Борисом Немцовым в тот момент, я напомню, она гражданка Украины, каким-то образом будут известны. Дело в том, что она сейчас находится под усиленной охраной, ей практически, как сообщается, запрещается просто даже передвигаться, и она планирует после того, как все эти следственные действия закончатся, уехать в Киев. А что относительно предположений, которые строят соратники по политической части Бориса Немцова, то да, известно, как минимум, что за несколько дней до его трагического кончин, этого убийства, он собирался заняться серьезной работой. Она связана, кстати, с Украиной. Борис Немцов собирался поехать и встретиться с семьями погибших российских военных на Донбассе. В частности, предполагалось, что будет такая вот командировка в Иваново. Однако, понятно, что ее уже не будет, она не произойдет. В общем-то, это одна из версий, которую считают многие достаточно весомой. Дима. Ну вот об украинском следе, в том числе и о возможном украинском следе, в том числе и президент Порошенко говорил, я знаю, что рядом с тобой должен быть друг Бориса Немцова, Илья Яшин. Если можно, давай передадим ему слово. Спасибо, коллега, за работу. Илья, здравствуйте. Спасибо огромное, что вы к нам присоединились. Я знаю, как вам тяжело. Если бы мог, я вот просто подошел бы, пожал бы вам руку. Но мои слова соболезнования, я знаю, что вам очень сложно, и в том числе сложно говорить. Спасибо за то, что вы с нами в прямом эфире. Скажите, а в современной России это преступление в принципе может быть раскрыто? Я очень надеюсь, искренне верен. И более того, я убежден, что рано или поздно исполнители, главное заказчики этого преступления, обязательно окажутся на скамье подсудимых и за решеткой. Но, откровенно говоря, с трудом верится в то, что это произойдет до тех пор, пока в России не сменится власть. У меня нет никакой уверенности в том, что российская власть заинтересована в объективном, настоящем расследовании убийства моего товарища. Нас, конечно, очень неприятно поразило, что расследование по горячим следам не дало практически никаких результатов, несмотря на то, что Бориса застрелили, наверное, в самом охраняемом месте нашей страны, буквально в 100 метрах от Кремля, где каждый сантиметр просматривается камерами видеонаблюдения. Убийцы беспрепятственно покинули место события. И до сих пор мало что известно, мало какие подробности известны. Однако я уверен, что рано или поздно придет момент, когда эти люди окажутся на скамье подсудимых и понесут заслуженное наказание. Илья, скажите, что вы думаете, что вы предполагаете, какова ваша версия? Потому что, ну, то, что здесь в Украине обсуждают, что в частности гибель Бориса Немцова могла быть связана и с его желанием разобраться в украинских событиях. Вы знаете, я абсолютно убежден, что гибель Немцова связана с его политической оппозиционной деятельностью. Борис был абсолютно добродушным человеком, у него не было никакого бизнеса в последние годы. И все версии, которые там сегодня фигурируют в российской прессе по поводу его личной жизни, по поводу денег, это все абсолютные спекуляции. Я убежден, что это политическое заказное убийство, которое преследует цель запугать ту часть российского общества, которая не согласна с политикой, проводимой в России Владимиром Путином. И кто бы не осуществил это убийство, кто бы не нажал на курок, я не сомневаюсь, что политическая ответственность лежит на руководстве нашей страны. И лично на Владимире Путине, потому что именно эти люди, именно Владимир Путин все последние годы создавали атмосферу ненависти, разжигали агрессию в отношении накомыслящих, в отношении несогласных, в отношении лично Бориса Немцова и таких, как Борис Немцов. В конце концов, именно эта ненависть им материализовалась в пуле, которая пробила голову, грудь, сердце моего друга. Спасибо вам огромное, что присоединились к нам и моей самой искренней соболезнования. Спасибо. В этой студии буквально с минуты на минуту мы ждем Юлию Владимировну Тимошенко и поговорим с ней о реакции на убийство. Юлия Владимировна есть уже, только что подъехала. Проходите, пожалуйста, рада вас видеть. Доброго вечера. Вечер добрый. Добрый вечер. Будь ласка, так вставайте. Юлия Владимировна, мы начали этот эфир с прямого включения из Москвы. Я с вами хочу поговорить про двоих известных людей. Про Бориса Немцова и про Надю Савченко, которая сейчас, мне кажется, и многим кажется, еще больше небезопаснее, чем было. Во-первых, история с Немцовым. Как вы ее прокомментируете? Ваши впечатления, ваши впечатления, ваши версии? Ну, первое, вы абсолютно правы, что Надя Савченко, Борис Немцов, да, власне, и все убитые украинцы на территории Украины, и даже россияне, которые погибли в Украине, которые выполняют абсолютно агрессивные террористические злочинные команды. Все это одна система коренья. Природа всего этого – это война, это агрессия, это кровопролитие, это террор, это все, что не свободы, не демократия, это все, что связано, на жаль, с тем, что сегодня делается в России, и Россия делает на территории Украины. Ну, в первую очередь, это абсолютно политическое убивство. Это показовое, я бы сказала, даже ритуальное убивство. Потому что оно произошло, по-перше, почти в сердце Москвы. По-друге, оно произошло буквально накануне достаточно мощной подъекции сегодняшнего марша, который прошел, на мой взгляд, очень мощной. Я дякую всем россиянам, которые выступили против войны в Украине. Вы знаете, наш колледж-фондент сказал, что много кто с украинскими прапорами был. С украинскими прапорами. И знаете, они еще держали такие таблички, написано «Не боюсь». Вот это, знаете, мужний вчинок. И я хочу сказать, что Борис Немцов, это практически стреляли в всех тех, кто сегодня вышел на марш. Это не в Бориса Немцова стреляли. Это стреляли в всю Россию, настоящую Россию, которая хочет свободы, демократии, изменений, которая хочет абсолютно другого, европейского, открытого життя. Вот так эти стрели для меня, пострели. Еще что хочу сказать. Я видела, как из асфальта, бронзбойтами, измивали плями крови Бориса Немцова. У меня такое ощущение, что хотели смыть из облечья России эти плями крови. Но самое страшное то, что эти плями смыть не можно, никакими бронзбойтами. Потому что они лягли очень тяжелым тягарем на душу тех, кто все это влаштовал и кто все это выкинув. Это страшные вещи. Скажите мне, что сейчас с Надеей Савченко, что не опасает ей безопасность, что не находится она на меже жизни и смерти? Что с нею? Останная информация. Надея находится на меже жизни и не жизни. Я даже не могу говорить слово смерти. У меня с Надеей абсолютно никак не связывается. Ее мощность, она безпрецедентна. Вона сьогодні 79 день голодует. Только очень сильные люди, они проходили такой шлях. Были такие случаи, когда голодовали до 100 дня и больше. Но много кто не переживал даже до 70 дня. Вона на меже жизни. И я сегодня хочу подякувать всем, кто молился в всех церквах Украины за Надю. Сегодня была такая общая украинская молитва. Хочу подякувать всем конфессиям, которые пришли сегодня на Софиевскую площадь. Отцы, епископы, пришли и они читали молитвы. Из разных конфессий и все сегодня были за Надю. И мы также вспомнили и Бориса Немцова. Но уже до вечера нам стало известно, что Алексей Гончаренко, нашего депутата Верховной Ради, просто схопили в Москве без никаких пояснений. И сейчас он также за гратами. Вы можете, я просто глядачам поясню, я хотел зрителям сказать, это история, за которой мы с вами вместе будем следить весь этот эфир. Алексей Гончаренко, народный депутат из Одессы, заместитель главы фракции партии Петра Порошенко, и в том числе тоже член делегации в парламентской ассамблее Совета Европы. Задержан в Москве. Вот в эти минуты мы пытаемся связаться с украинским МИДом, мы пытаемся связаться с ним, его телефон отключен. Весь эфир, мы будем вас держать в курсе. И еще ждем здесь главу парламента, для того, чтобы спросить, что можно сделать для освобождения, теперь уже не только Надежды Савченко, но еще и Алексея Гончаренко. Олексей Гончаренко, его схопили за то, что он держал плакат украинской мовы, за то, что у него был украинский прапор, а потом, когда притягнули его за грати, ему начали предъявлять певные претензии по Одессе и допитывать его по событиям, которые происходят в Одессе. Я хочу сказать, что этот террор уже не имеет меж. И если мирные лидеры, мир вместе с Украиной этот террор не остановит негайно, он может выйти за межи всех прогнозов, которые сегодня имеет мир. Этот террор может перерываться до страны Балтии, может перерываться, в том числе, до европейских стран, он может перерываться до всего мира. Або сейчас остановят весь этот непотреб, террор, войну, расправы, убийства. Або свит просто смущенный будет в этом всем жить. И поэтому никаких минут втрачать не можно. И после перемирия Минск-2, вы видите, что, по сути, идет тот самый мощный обман. Мы все молимся, молимся, чтобы мирные угоды спрацювали, чтобы мир вернулся в Украину, чтобы прекратили убийства. Но в тот же время мы должны сейчас совсем по-другому действовать. Мы должны готовиться к любому обману. Я буду готовить с вами про это поговорить. У нас даже сюжет есть с линией фронта, даже его за линией фронта снимали. Я просто хотел сейчас сказать, и это важный меседж, что есть фронт, на котором гинут наши солдаты. Есть фронт дипломатический. Там есть поразки, там есть победы. Но есть фронт внутренний, в том числе фронт экономический. И многие кто забывает, что он не менее важный. И вот, смотрите, год ураду Арсения Ценюка. Ну, прошел год, как Арсений Ценюк занял кабинет на Грушевского, возглавив правительство. Наверняка, это дата, это повод подвести итоги. Сам премьер сделал это в пятницу на встрече с журналистами в кабине. Вот я тоже лично там был. И чтобы, и увидев ситуацию изнутри, могу сказать, что Арсений Ценюк этим годом доволен. Упреки в том, что доллар вырос до небес, премьер переадресовал Нацбанку на слова об отсутствии видимых реформ. Сказал, мол, реформ за год провели достаточно, просто их итоги украинцы почувствуют только при новом премьере. Ну, без указания сроков, когда это будет. Ну, а вот журналисты. Журналисты далеко не так оптимистичны. В сегодняшнем номере, пожалуй, самая авторитетная украинская газета, «Зеркало недели», ну вот, вышел в киоск, купил его перед эфиром. Ситуацию описывают так. Обещания вместо реформ на фоне стремительного падения гривни уже не воспринимаются обществом. Его реакция может быть довольно жесткой, поскольку состояние экономики и банковской системы наихудшее по сравнению не только с Восточной Европой, но и со странами бывшего Советского Союза. Объяснить это чем-то иным, кроме ошибочной политики, всех трех вестей власти на протяжении многих лет просто невозможно. Юлия Владимировна, а вы, как людина, которая очоливала уряд, как, с одного боку, политики, которые сейчас есть в коалиции, и, значит, кто может поддерживать все, что происходит в коалиции, и, с другого боку, как политики, которые не могут мовчать. Как вы оцениваете этот год? Знаете, тут сейчас не политики мусять оценивать. Я была нещодавно на Шустер-Лайф, и я привела приклад, который, мне кажется, бьет в сердце каждого из нас. Мне просто рассказали, как женщина в магазине купила своей дитине цукерки и попросила продавчицю сважить две цукерки. Когда ей запитали, что трохи больше там цукерок поклали, она сказала, что больше заплатить не могу. Сегодня пусты аптеки. И не потому, что людям не нужна медичная помощь, а потому, что у людей нет никакой копейки купить себе леки. Вы знаете, я думаю, что про реформы мусять говорить не о политике, мусять говорить люди. Або люди дают оцинку позитивно, або люди просто голосуют иногда и ногами против уряда, против парламенту, против всего, что происходит, когда приходят к Верховной Раде, к уряду, к президенту, и просто говорят, что они больше не могут жить так. Они не могут жить. И могу вам сказать, что сегодня действительно война большую беду принесла в Украину. И она влияет на финансы, и на экономику. Но я хочу спросить, как влияет война на то, что, например, выходит экс-генеральный прокурор и говорит из трибуны Верховной Ради, что, например, НАК «Нафтогаз Украины» близко 3 миллиардов гривен практически через коррупцию злито. Три миллиарда. Это цифры из цитат, из стенограмы выступа экс-генерального прокурора Верховной Раде. Або, например, «Энергоатом» разкрадание государственного маяна на сумму 166 миллионов гривен и установлено неэффективное использование государственных денег близко 3 миллиардов гривен. Я хочу спросить, это война? Это война, когда сегодня из наших предпринимателей берут хабарь по всей стране. Это война, когда, например, обговорюются сейчас изменения в бюджетах, что нужно остальные копейки забраться у пенсионеров, это сегодня была нарада, хотят 15% снять с пенсии работающих пенсионеров. Но в тот же час тут же хотят проголосовать подвижение заработных плат в корпорациях, монополиях, чиновникам. Это война? Нет, это не война. Это абсолютно, на мой взгляд, недопустимые кроки. И то, что гривня впала в 4 раза, это неэкономические основы, и это не война. Это абсолютно неправильный курс, который нужно негайно менять. И мы, как небольшая фракция в парламенте, мы пытаемся это сделать. Когда сегодня нам запрепонировали, вот я просто щойно с наради, понимаете, нам запрепонировали, например, чтобы экономить бюджетные гроши, не только на 15% снизить доходы працюющих пенсионеров, а нам еще запрепонировали для женок подвижить на 5 лет пенсийный век для польговых категорий. Знаете, там, где жена гирше за все працювала, от деяркам, например, там водиям міського транспорта, от там сбільшить пенсийный век на 5 лет. Чому? Я питаю. Это жодно копейки не дает для бюджета, что за знущение над людьми. Або, например, они хотят обчисливать пенсии уже сегодня по уровню заработной платы 2012 года. Кто дав право? Кто дав право сегодня обкладать пенсионеров податками, забирать за святи еще 300 миллионов, за святи забирать в той час, когда для монополии зберегаются просто баснословные пильги. Для больших, я бы сказала, таких монопольных утворений, залишаются безпрецедентно пильговые податки, где они могут ухиляться. Как можно подвищивать в 3-4 рази тарифы, если проанализовано специальной комиссией, что 40% в тарифах это коррупция? Это что, война? Нет, это не война. Юлия Володимировна, давайте я так сделаю. У нас будет 2-ая часа, которая начнется о 9-й, и тут будет глава парламента. Мы с ним как раз будем говорить про бюджет. Я вас очень прошу, оставьте мне эти слайды. Я просто поставлю эти вопросы. А с вами я еще хотел поговорить про войну, войну уже неэкономичную, войну реальную, и сделаем это после сюжета. Я скажу честно, мы очень долго колебались, делать ли следующий материал, или делать следующий материал. Города Угригорск и Дебальцева для нашей программы. Это не просто точки на карте, которые вот теперь оказались по ту сторону демаркационной линии. С жителями этих городов мы всю осень выходили в прямой эфир с нашими открытыми площадками. Вот здесь, на этом экране были простые люди, которые не только смотрели нашу программу, но и задавали вопросы политикам, делились, говорили о том, насколько им сложно. Наш корреспондент Андрей Лащ целую неделю ждал возможности, чтобы вот сейчас, когда эти пункты оказались по ту сторону фронта, встретиться с теми же героями и посмотреть, как теперь они живут там, за линией. Эксклюзивный материал далее. Демаркационная линия, почти невидимая, когда ее пересекаешь. С меня взяли обещание не рассказывать, как я попал за линию фронта в печально известные Углегорск и Дебальцево. Практически ни одного целого здания, но жизнь среди разрухи врулит. Тихо, спокойно, не стреляют. Ну пока тихо, пока. Да, дальше вид до конечного. Вот это, пожалуй, ключевая фраза жителей этих городов. Власть здесь менялась четыре раза за девять месяцев. Люди, кажется, не верят своим ушам. Это первая неделя тишины. Надо успеть за самым необходимым. Вот это очередь за гуманитарной помощью. Ее выдают в здании бывшего продуктового магазина. Сегодня люди могут получить моющие средства и плед, но в очереди придется провести минимум два-три часа. А я гожу, бомжом, что-нибудь сшимаю. Удеяло дают, хлеба дадут. Что дадут-то, спасибо. Вот это разрушенное здание, то самое, где находился совместный координационный совет по мирному урегулированию вопроса на Донбассе. Ну и отсюда в ноябре месяце мы выходили в прямой эфир на подробности недели. Мы надеемся на мир, на соглашение, чтобы сели за стол переговоров и наконец-то говорили о мире. Спасибо, Вадим. Ну вот на этой ноте мы уже закончим разговор и будем возвращаться на улицу, смотреть, что там. Прошло три месяца, и вот та самая Антонина снова делится на болевшем. Андрюша, покажешь всю правду. Здравствуйте. Мы сидели в яме с детьми, у меня дочь 8 месяцев беременности, на насыпалась земля и мы боялись, вылезем мы с этой земли и не вылезем. Каково оно сейчас в Дебайцево? Плохо. Что плохо именно конкретно? Ну все разрушено, разрушенные коммуникации, отопления нету, батареи поразмерзались, воды нету, электроэнергии нету, тепла нету, связь плохая, вот МДСовская вроде восстановили, а стационарной связи тоже нету. В общем, никакие. Ну удается выживать? Ну как-то выживаем, видишь, ходят люди, выжили. Пенсионеры теперь основные кормильцы города. Денег здесь не видели уже очень давно, но вот сегодня целое состояние. Пенсионерам дают по тысяче на сберкассе. Кто не получал? Январь, февраль, пенсии. А кто дает? Кто дает? Я не знаю, там на сберкассе. Синяки выводят. Очередь из голодных, испуганных людей в передвижную лавку возникает молниеносно. Продавцы сочувствуют, взвешивают даже чуть больше оплаченного. Кровяночки кусочек? Небольшую, да. Небольшую кровяночку? А? Кровяночку вам? Да. Хорошо. Питаются пока в сухомятку. Говорить-то не над чем. А воду где-то раздают? А? Воду раздают? Или как? И тоже там то качают, то то гремит, то там по соседству с нашим домом казенным по Ленина. И то ходим туда, водичку набираем. А та, что в квартирах была, померзла. В окна же побитые, а морозы были. Местные подростки организовывают на улицах пункты горячего питания. Вооружившись картонкой и раздобыв дровишек, вот такие бравые ребята помогают жителям не замерзнуть, выпив чаю, ну и можно так же отведать каши. Пошли, мину кинули, и он в крышу попал, а она свалилась. Дети войны, кажется, лучше взрослых разбираются в разновидностях боеприпасов и направлении стрельбы. Ведь в такие дни они очень быстро становятся взрослыми. Андрей Лащ, подробности недели, телеканал Интер. Ну вот такая ситуация по ту сторону линии фронта или линии размежевания, как ее ни назови, что самое важное, там очень много людей, которые по-прежнему надеются на Украину, даже оказавшись на временно оккупированной территории. Юлия Владимировна, а как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию на фронте? Наче тут таке затыщие, якое, за словами багатьох, может просто выбухнуть в любой момент. Справа в том, что не требует себя обманювать. Мы сподеваемо на мир. Мы хотим миру. Мы сподеваемо, что мир будет установлен после этих мінских других переговоров. Но ни в каком случае не можно расслабиться ни на минуту. Нам нужно быть сильными в переговорах. Переговоры нужны, но они нужны тогда, когда мы чувствуем силу и всего мира, и свою особенную, как Украина. Я верю в победу, но этот период нам нужно использовать для того, чтобы негайно группы высокого уровня от Украины были направлены в те страны, которые могут поставить Украине высокотехнологичную оружие. Треба завжди памятать, что Путин пошел на вторые переговоры в Минску только после того, как США заявили, что поставят Украине высокотехнологичную оружие. Нам нужно стать сильными. И не можно только покладаться на эту паузу, которая у нас сейчас есть. Кроме того, нам нужно сегодня поднимать наш военно-промисловый комплекс. Потому что стоят заводы, не выработают, например, Певденмаш в Дніпропетровской области, Дніпровский машинобудивный завод в Дніпропетровской области. Все стоят. Абсолютно. И так большинство заводов по всей стране нам нужно во-первых оружие, во-вторых, нам нужно не прекратить переговоры и пытаться идти в сторону НАТО, потому что там наш настоящий защит. И третье, нам нужно поднимать ВПК, нужно поднимать экономику на ноги, и тому внутрешний фронт, который связан с падением гривен, с абсолютно безграмотной экономической политикой, нужно как раз прекратить этот другий наш фронт. Перемога будет, но она нам будет даваться только с позиций силы. Спасибо вам. Очень важно. Действительно, очень важно, чтобы тот год, который мы потеряли, не проведя реформы, об этом многие говорят, я хочу проанонсировать, мы будем говорить сегодня именно об этом с послом Соединенных Штатов в Украине, он говорит об этом абсолютно откровенно. Чтобы год, который мы потеряли, не проведя реформы, чтобы сейчас, сегодняшний год, год новый, мы не потеряли, не подготовившись к возможному обострению. Об этом мы говорили с Юлией Владимировичем Тимошенко. Спасибо огромное, что были у нас в студии. Такое бачье, но все доброе. Ну и от событий на фронте. Давайте перейдем к угрозам, которые существуют для жителей мирных городов. Харьков. Всю неделю там идет масштабное расследование после теракта, который унес жизни четырех человек. Двое погибли при взрыве и двое погибли в больнице. И вот сейчас, сейчас самое важное не только разобраться, кто и почему взрывал Харьков, но и сделать так, чтобы взрывов в украинских городах Что удалось выяснить в Харькове? Давайте узнаем прямо сейчас. Мы ждем буквально с минуты на минуту на прямой связи из Харькова Антона Герасченко, советника, министра внутренних дел. Ну, а пока что связь с ним налаживают. Давайте посмотрим сюжет. Лидия Калинина, наш харьковский корреспондент, разбиралась. А что же все-таки происходило всю эту неделю в Харькове и как проходит следствие? Водна, где ты, свободно, Украина! Я изучил анонсы мероприятий, посвященные 22 февраля от Дворца спорта. Желтого, благословисти, наши права, эй! Придори, ровно, и шаги, дороги, эй! После получения от своего сообщника информации о том, что колонна пошла, я провел в действие взрывное устройство. Эти двое умерли на месте, вслед за ними еще двое, мальчишки, Даня и Коля, 15 и 18 лет. И отчитался в этот же день перед своим куратором, что задание выполнено. Этого мужчину вместе с двумя сообщниками задержали спустя всего три дня. Силовики операцией гордятся. Заказчики, по их словам, спецслужбы России. Сумма заказа 10 тысяч долларов США. Леонид потерял здесь близкого друга Игоря Толмачева. Вот этот камень я положил ему под голову. Когда я понял, что экспертизы придется еще ждать неизвестно сколько, я попытался поправить ему руки, как-то сложить. Сам Леонид был метров в 20 от взрыва и видел все собственными глазами. Теперь он внимательно следит за ходом дела и находит некоторые странности и нестыковки. Например, подозреваемые утверждают, мину закопали в сугроб ночью. У Леонида своя версия. Вот здесь она лежала практически, ну, воронка была, что называется, с кулак величиной. Это возле самой поверхности. Проанализировать материалы с места взрыва мы попросили военного эксперта. Вот четко видно, что боеприпас был положен в накладку сверху. Если бы было устройство заглубленное, то была, естественно, более глубокая воронка. То есть, вполне возможно, его бросили вообще взрывать? Бросили, да. Безусловно. И, скорее всего, что так оно и было, потому что это было, скорее всего, по моему предположению, где-то установлено не заранее, например, там, с вечера, там, это было в процессе самого мероприятия. Но у следствия, якобы, и видео есть с камер наблюдений, где мину устанавливают ночью. Выходит, она была лишь слегка припорошена снегом. Тротил унюхала бы любая служебная собака, если бы была там. Вообще ничего не было. Их просто не было. Я там был с 11 часов. Ни собак, ни минаискателей, ничего. Игорь, один из организаторов акции, виновниками трагедии считают не только подрывников, но и областные власти. В тот день в центре города у памятника Шевченко проводили и другое шествие. Цель его, по сути, была та же. Вспомнить события годичной давности и помянуть погибших. Курировал мероприятие губернатор. Теперь он говорит об опасности для тех, кто решил отправиться не к памятнику, а ко дворцу спорта. Знали заранее. Есть аудиозапись относительно того, что СБУ предупреждала, что этого делать не надо. Нецелесообразно это делать. В силу того, что тяжелый маршрут. Он планировался от дворца спорта до центра. Во-первых, расстояние достаточно большое, больше 10 километров. Во-вторых, это не центр города. Там нет такого количества видеокамер. Как минимум, наша областная государственная администрация во главе с раненым виновата в преступной халатности, повлекшаясь к смерти людей. Как минимум. Власти говорят об амбициях и недостаточной бдительности организаторов, а те бросают обвинения в адрес властей. В беде обычно люди объединяются, но единства в Харькове нынче нет даже среди проукраинских сил. И это при том, что эксперты говорят, расслабляться рано. В городе работает не одна террористическая группировка, да и заказчики возможны разные. А значит, на этом кресте с портретами погибших с прошлого года харьковчан, увы, могут появиться и новые лица. Вот он список терактов. С ноября их по нескольку в месяц. Вячеслав Картавых, ветеран угрозыска, предполагает, далеко не все они дело рук российских спецслужб. Не исключается и какие-то преступные группировки, которые чисто криминально направлены на СИД, обиженные люди, которые хотят, мы вам покажем под шумок гитары, мы вам сделаем такое, что возможно, это несколько организаций, никто этого не может отрицать. Здесь надо все исследовать. Ну и заканчивая, или даже начиная, кому это выгодно. Запугать харьковчан может быть выгодно не только внешнему врагу. Серьезные встряски тут могут устраивать и без участия спецслужб соседнего государства. А пока будут заказчики, найдутся и исполнители. Двое из тех, кого задержали за взрыву дворца спорта, оказались бывшими бойцами клуба «Оплот». Опытные исследователи предполагают, таких молодчиков в городе можно найти не один десяток. И им, увы, все равно, кто платит деньги. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности недели. Телеканал Интер. Харьков. Ну и вот прямо сейчас в Харькове Антон Геращенко, советник министра внутренних дел. Он с нами на прямой связи. Вечер добрый. Слышите нас? Да, слышу отлично. Спасибо большое, что присоединились. Скажите самый главный вопрос. Я вас отлично слышу. Ситуация в городе на сегодня. Вот сохраняется ли эта угроза терактов? Я могу сказать, что угроза террористических актов сохраняться будет ровно столько, сколько будет жив Путин Владимир Владимирович. И не только в Харькове, но и в других городах Украины. Например, вчера на окружной дороге Харькова двое людей, к сожалению, работников вооруженных сил Украины, пытались провести вокруг Харькова, я покажу сейчас, камера покажет. 16 килограмм, 800 грамм взрывчатки, 37 гранат, два гранатомета РГД-18, мину МОН-50, аналогичную той, которая использовалась, более тысячи патронов, автомат Калашникова, запалы гранатом, и целый ряд других амуниций и вооружений. Когда их задержали, они показали свои военные билеты, их спросили, почему вы это делаете? Они сказали, что они готовятся защищать Украину во время партизанской войны, которая обязательно наступит после того, когда сюда Россия ведет свои войска. Им придется ответить по закону за нарушение режима обращения боеприпасов. И сейчас следователи разбираются с настоящими мотивами этих граждан, которые потом изменили свое мнение и завели, что весь этот арсенал они собираются сдать и везли это все специально, чтобы сдать. Только почему-то они все это тщательно маскировали в своей машине, закладывали в подсидения, из которых вытащили и так далее. Поэтому, конечно же, я не хочу обманывать наших телезрителей. Еще раз повторяю, угроза террористических актов сохраняется и будет. Но каждым таким террористическим актом, за который мы платим кровью, будут улучшаться условия работы наших сотрудников. Сегодня, например, когда проводился митинг на центральной площади, уже с вечера она была оцеплена, не было разрешено останавливать машины, а несколько машин, которые оставляли здесь несколько дней, были осмотрены собакой. Когда собака, почуявшая что-то неладное у одной из машин завиляла хвостом, то эту машину приехали, обследовали взрывотехники, нашли хозяина. Оказалось, слава богу, у нее ничего нет, просто собака ошиблась. Да, это не просто бороться с терроризмом. И такие страны, как Израиль или Америка, к этому шли десятки лет. И мы тоже научимся. И негодяи, которые совершили теракт, они получат пожизненное заключение. И пусть и видят, которые намеряются это делать, то их ждет это самое. Антон, у нас есть как раз по этому поводу сюжет. Вот вы говорили о том оружии, которое из зоны АТО, насколько я понимаю, везли военнослужащие. Наш корреспондент, мой коллега Сергей Кудимов разбирался в том, как оружие из зоны АТО может попасть в Украину, как здесь его могут использовать. Давайте сделаем так. У меня очень много к вам вопросов по Харькову и по возможной транспортировке оружия из зоны АТО в мирную зону. Давайте посмотрим этот сюжет и просто продолжим. Будьте с нами, пожалуйста. Активизировалась работа разведывательно-диверсионных групп. Если есть какие-то подозрительные люди или машины, останавливаем, проверяем документы. На подозрительный автомобиль в тот вечер обратили внимание их коллеги. Машина по требованию милиционера восстановилась, но проверить документы люди в форме не успели. Они открыли дверь и начался, ну, сразу началась стрельба. Сразу они стреляли четко. Водитель, пассажир по головам сразу четко работали. Ну, мы начали отстреливаться. Водителя убили. Но из-за того, что темное время суток и там была как бы лесополоса, ну, пассажиру удалось скрыться. Во время боя геройски погиб старший лейтенант Виталий Мандрик. Его напарники родились в рубашке. У обоих ранение головы. Счастью, пули боевиков задели только мягкие ткани. Мы в течение получаса преследовали, пытались найти, но уже в связи с травмами начали терять сознание. И нас скоро отвезли. При дальнейшем досмотре автомобиля оказалось, что в сети попались террористы. В багажнике 10 килограммов взрывчатки. Адская машина взведена и готова к использованию. Можно четко утверждать, что эти же люди причастны к подрыву моста в ночь с 22 на 23 декабря 2014 года. В результате террористического акта был взорван мост железнодорожный в городе Мариуполь. Оба террориста жители Мариуполя. По данным милиции, завербованные в Донецке, прошли курс тренировок в Ростовской области. По горячим следам удалось задержать их пособника. Один из заведующих лабораторий учебного заведения, которое расположено в городе Мариуполь. Попросил устройство, которое от слабого сигнала, ну, грубо говоря, запускает сильный. Предложил, сказал, неограниченные финансы, давай по-быстрому, три дня. Мне было страшно, потому что мог меня убить. Оружие и боеприпасы из зоны АТО вытекают ручейками и устремляются в мирные города. На этом блокпосту буквально перед нами задержали человека, который пытался вывести гранатометы. Было определенное количество оружия в багажнике, остальное под сидениями. Вероятнее всего просто человек надеялся проскочить. Сейчас, в нынешнее время, у нас горячая точка Широкино, Саханка. И вот с этой стороны люди заходят в Мариуполь. Здесь пытаемся на блокпостах их удерживать, но есть поля, есть те местные дороги, которые, допустим, знают только местное население. Земляные валы на дороге привычная картинка в зоне АТО. Они должны воспрепятствовать движению по путям, которые не контролируют украинские военные милиции. Но преграда достаточно условная. Людмила Викторовна показывает, как можно запросто объехать это препятствие по полю. Аккуратно. Хлопцы, ну а вот еще смотри, чтобы тут мы дном не сели. Вы знаете, что автомат у нас по телевизору была передача. Можно вообще вредить или в женском, пронести в разубранном виде. Этих дорог нет на карте, но именно по таким тропкам контрабандисты незаконно вывозят оружие из зоны АТО. Оружие, которое попадает в город, террористы прячут в так называемых сфронах или тайниках. Найти их непросто, ведь это может быть обыкновенный подвал или чердак в многоэтажке, либо же заброшенная стройка. Мы сейчас едем в один из таких сфронов, которые нашли совсем недавно. Вот в этом доме был обнаружен тайник. В частности, в гараже находилась украденная машина. А сам сфрон был вот в этом доме. Там милиция обнаружила патроны, оружие из славянского райотдела милиции. Скоро у террористов появится еще одна тропка. Лед на Азовском море практически растаял, штормы стихают. Сергей Кудимов, Марьяна Бурякова, Евгений Каминский, Вадим Сверидонов. Подробности недели телеканал Интер. Я напомню, Антон Геращенко, советник министра внутренних дел, народный депутат с нами на прямой связи из Харькова. Антон, скажите, ну вот мы посмотрели, наш корреспондент, буквально перед тем, как он приехал на одну из застав, ребят нашли гранатомет, который пытались из зоны АТО вывезти просто под сиденьем. Как много неучтенного оружия оказалось в нашей стране за время этой войны? И начнут ли из него стрелять только теперь уже в мирных городах? Ну, вы знаете, ну, ключевое слово в вашем вопросе это неучтенное оружие, именно потому, что оно неучтенное, поэтому оценить его масштабы точно нельзя. Я вам привел пример, то, что вчера изъяли в Харькове. 16,8 килограмма тротиловых шашек. Этого достаточно для организации 16 террористических актов, серьезных, и так далее. Я могу сказать следующее. Уважаемые граждане, которые меня сейчас видят, пожалуйста, когда вас останавливают на блокпостах, предъявляйте ваши документы, помогайте сотрудникам милиции, не хамите им. Они защищают спокойствие всей остальной страны. Показывайте, что у вас находится в багажниках и помогайте им таким образом. Не надо конфликтовать. Мы только вместе, объединив усилия правоохранительных органов и граждан, сможем победить эту страшную угрозу терроризма. Коллеги аппаратные, у меня есть еще время на вопросы к гостю? Я хотел вернуться к главной теме, к теме взрывов в Харькове. Была официальная информация, в том числе об этом несколько дней назад говорил глава СБУ о том, что за этими преступлениями стоит Россия. Вы можете дать чуть больше информации? Какие данные, какие доказательства есть у вас? Какие доказательства и данные есть в МВД? Есть доказательства, подтверждающие факт того, что задержанные лица регулярно связывались с Российской Федерацией, выезжали для получения инструктажа в Белгород. Есть данные, которые подтверждают документальные по их телефонам, по их электронным почтам, их деятельности в сети интернет, потому что они контактировали с российскими спецслужбами. И фактически Россия, путинская Россия, стала террористическим государством, которое делает цели и задачи, как во времена Советского Союза, уничтожать граждан на территории других мирных стран. Скажите, а вот сами граждане, они помогают как-то бороться с терроризмом? Я просто много лет прожил в Америке, я знаю, что любая подозрительная сумка, любой подозрительный пакет, люди звонят. В Украине так ли сейчас? Вы знаете, я сегодня был на митинге Евромайдана в Харькове, который сегодня назвали «Защитим Харьков, поможем милиции». Уже сейчас люди окончательно поняли, что нужно прекратить вешать ярлыки на милицию, считать, что милиция, как во времена Януковича, делает плохо для народа. Сейчас люди уже начали понимать, видя, как погиб сотрудник милиции в Харькове, прикрыв своим телом митингующих, как погиб сотрудник милиции в Мариуполе, как сегодня сотрудники милиции, задерживая эту группу, везущую тротил, могли попасть под огонь. Слава Богу, что они навели во время на мушку на этих ребят, и там перестелки не получилось. И поэтому сейчас общество начинает понимать, что нужно объединяться с государственными органами, с органами правопорядка. Я благодарен всем харьковчанам и всем жителям Украины, кто помогает милиции, кто помогает службе безопасности. Если вы видите какое-либо странное действие, какой-либо оставленный пакет или сумка, звоните, пожалуйста, на 102. И, кстати, сегодня на митинге харьковчане говорили, давайте сделаем в СБУ тоже короткий номер, например, там, 107 или 108, чтобы людям не надо было искать на сайтах какие-то телефоны горячих линий. Это тоже сделать в автоматическом режиме. Это разумно, я сделаю такое официальное предложение главе СБУ. Спасибо большое, Антон Герашенко был с нами на связи, советник министра внутренних дел из Харькова. У меня был к нему еще один вопрос о судьбе Алексея Гончаренко. Помните, мы говорили об этом в начале эфира. Народный депутат Одессит задержан в Москве во время марша, в марше памяти Бориса Немцова. Мы сегодня обязательно поговорим об этом с главой парламента. Буквально через 10 минут господин Гройсман будет в этой студии. Но вот только что мне в студию принесли экстренную новость, что есть пока что на данный момент неподтвержденная информация, что Алексей может быть освобожден. Мы пытаемся с ним связаться. Вот буквально в эти минуты набираем его на мобильный телефон. Что происходит с Гончаренко? Что происходит с бюджетом? И что происходит с долларом? А также, как нам помогут Соединенные Штаты? Что обещают и за что критикуют? Все это через 7 минут рекламы. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вечер Добрый, это подробности недели. Мы возвращаемся в эфир и буквально минуту назад к нам в студию приехал глава парламента. Вечер Добрый. Добрый вечер. Спасибо большое, что приехали. Я хотел с вами поговорить о бюджете. Это главная тема сегодняшнего дня, главная тема завтрашнего дня. Но вот разрешите, я просто начну с самого главного, самого событийного. Мы начали с этого эфир, мы пытались узнать подробности. Вам известно, что происходит с Алексеем Гончаренко, который был арестован сегодня в Москве? Вот сегодня, как заходите до вас в студии, я разговаривал по телефону с Алексеем Гончаренко. Он, слава Богу, сейчас свободен, находится в посольстве Украины в Российской Федерации. Безпрецедентный случай с депутатом Верховной Ради. Завтра он ожидает на суд, который должен происходить в Москве. Но хочу отметить, что для нас, для всего парламенту, это была очень новая новость. Неизвестная. Это для всей Украины ляпас. Я думаю, что это для всего мира ляпас, потому что он имеет дипломатический иммунитет. Он не мог, даже будь-який украинский граждан, он не мог быть затрированы, тем более, что он не порушил жодного закону и жодных правил, которые есть на территории РФ. И хочу отметить, что сразу и президент, и уряд, и парламент мы объединялись, чтобы держать всех заходов, чтобы Алексей был свободен. Слава Богу, он сейчас находится в посольстве Украины. Он нормально себя чувствует? Все в порядке? Физично? Нормально. Вы же знаете, Алексей, он очень бадьорый, поэтому по настрою у него все нормально. Мы ожидаем, что завтра все будет происходить и он вернется в Украину. Доброе, если мы уже начали про российские события говорить, я могу попросить ваш коментар о убийстве Бориса Немцова. Как вы это принимали особисто? И вообще, что происходит в России? Это величезный, величезный боль, оскільки в любом случае вбивать человека – это злочин не только против этой человеке, а против людства. Мы видим, что сегодня происходит на украинских землях, на территории Донецкой, Луганской области. И то, что произошло в России, это, я думаю, что ознака режиму. Не могут на улицах вбивать людей, особенно таких, как был Борис Немцов, как его называют. Это великий друг Украины и великий патріот России. Президент сказал, что город между Украиной и Россией. Я в этом даже не имею никакого сумніва. Это варварство, это убийство, которое должно быть покарано. И у меня нет никакой оценки. Я это принимаю, как особенную потерянную, я думаю, как и вся большинство исповедують абсолютно нормальные ценности. Дякую. Давайте перейдем до бюджета, до головного темы. Я вдячна вам, что вы приехали, еще про це поговорите. Я хочу зрителям сказать, что уже завтра парламент может внести изменения в бюджет. Но, по крайней мере, об этом настойчиво просит правительство. Переговоры с комитетами и франкциями шли до позднего вечера, как сказал Арсений Яценюк, чтобы согласовать все технические моменты и завтра быстро проголосовать. Вот это была цитата. Но вот только вопрос, а можно ли и удастся ли проголосовать быстро? Дело в том, что только сегодня на Совете Коалиции, который начался в 2 часа дня и закончился буквально час назад, были там и премьер, и глава парламента, который сейчас у нас в студии, внесли 107 листов поправок. Но премьер, тем не менее, настаивает, голоса нужны, нужны уже завтра, мол, изменения, согласованные и с МВФ, и с внешними кредиторами. Главная тема. Этого часа, этого дня и, возможно, всей завтрашней недели так примут ли бюджет и что за изменения готовит нам правительство? Давайте узнаем об этом прямо сейчас. Выбачьте, мы телефоном моему Алексею Гончаренко, мы еще иногда звонили. Алексей, вы слышите нас? Да, здравствуйте, слышу вас. Здравствуйте, спасибо, что вышли на связь, мы волновались за вас, мы начинали с этого программы, со многими говорили. Скажите, с вами все в порядке, с вами физически все в порядке, как с вами обращались и где вы сейчас? Я нахожусь в посольстве Украины в Москве, на нашей экологически родной земле. Ну, по поводу обращения, это варварство, то, что там происходило, это даже, я не хочу сейчас говорить, обсуждать, то есть, если они мне, так, где-то 5 часов, даже врача отказались, чтобы кто-то пришел. Но, я очень благодарен нашему консулу и нашим адвокатам, которые вот помогают украинцам в Москве, вот за их помощь и благодаря им я сейчас на свободе. Но, ничего страшного, то есть, это мелочь, вот в мере с тем, что переживают наши ребята на Востоке, так что... Леша, Леша, подождите, вы говорили им, что вы народный депутат, что вы, у вас дипломатический иммунитет. Они понимали, что речь даже не просто об обычном украинце, что речь о члене парламента? Они прекрасно все понимали, они знали, кто я, они все очень хорошо погубили. На мой дипломатический паспорт один из офицеров, там, Лакинул, сказал, что это для нас здесь, в России, это бумажка. Ну, это совершенно варварская история. Они на русском, кодекс, во всех его частях, какие только могут быть. Ко мне не допустили консула, ко мне так, они допустили, они стояли четыре часа под участком. Ну, там, ну, безумие, просто безумие. И вообще непонятно, то есть я приехал, я просто знал Бориса Немцова, не близко, но знал, и я не мог не приехать, не положить просто цветы на место, где его просто убили. Вот, и они даже это мне не дали сделать. Алексей, спасибо огромное. Последний вопрос, я понимаю, что сейчас вам родные звонят, я не буду занимать телефонную линию, просто скажите, чего вы ожидаете от завтрашнего суда здесь, в Украине? Я очень надеюсь, мы все очень надеемся, что все будет в порядке. Но здесь в Украине были и опасения, что Россия может попытаться разыграть карту Надежды Савченко, может попытаться там вменить вам не только участие в несанкционированной акции, хотя она была санкционирована, а еще какие-то обвинения предъявить. Ваши ощущения? Вот вы говорили со следователями, с полицией. Как будет дальше? Я уверен, я не могу сказать, но я уверен, честно говоря, что все будет хорошо. О чем касается Надежды Савченко, я был на эфире на Первом канале в декабре, я им тогда сказал, что возьмите, отпустите девочку, рисуйте его от меня. То есть я в этом, то есть я не думаю, что это вообще, ну то, что, понимаете, я вот сейчас там на своей шкуре испытал там этот день, а она это испытывает уже сколько месяцев, поэтому, ну даже сравнивайте там некоторые наши случаи, а то, что эти люди там способны нарушить все, что угодно, ну они показали, они способны это сделать. Но так не запугайте, ни меня, ни кого. Я в этом не понимаю. Спасибо большое, мы рады, что у вас все в порядке, мы пытались с вашими домашними связываться, они были в шоке, они были очень, очень расстроены, очень нервничали. Наберите их, пожалуйста, вот прямо сейчас, я не знаю, смотрят ли они нас, наверное, смотрят, если нет, то просто поговорите с ними. И спасибо огромное, рады, что с вами все в порядке. Спасибо. Спасибо. Как видите, я сказал, что Алексей оптимист и находится сейчас в посольстве. Я думаю, что завтра все должно быть хорошо. И самое главное, что он является членом парламентской асамблеи Ради Европы, так же, как и Надя Савченко. И это уже было бы, знаете, повным нехтованием вообще всех норм, которые есть, и международных, в том числе. Вы сказали, что он не обычный украинец, Алексей обычный украинец, но на данном этапе жизни и политическом в том числе я членом украинского парламента. Я думаю, что тогда, когда мы все будем осведомливать, что мы обычные украинцы, тогда у нас появятся, наверное, настоящие изменения и мы сможем себя реализовать. Вы знаете, я что мав на увазе, когда прикордонник просто, або там полицейский бачит, звичайно, украинский паспорт с гербом, то, возможно, он как-то по-другому реагирует, чем он бачит зеленый паспорт дипломатичный. Если дипломатичный паспорт на него не чхали, то это уже ставление, это уже принципово показовое что-то. Паспорт, поверьте, паспорт, это паперец. Но вот человек, это человек, который должен вызвать любое облачение. Мы сейчас в этом ускорили. На превеликий жаль, какой паперец может больше варить, чем человек. И это является ознакомой недемократичных режимов. Доброе, дякую. Извините, что перебил вас, но просто життя сегодня таке, что она нам диктует верстку. Не мы там по сценарию идем, как мы, который мы раздруковали весь час что-то новое. Повертаемо сюда до бюджета. Скажите, будь ласка, вы были сегодня на Раде Коалитии, на Раде Коалитии, ну сколько, с 2, 3, 4, 5, 6, 7, что-найменше 5 годин. Ламалось список, сперечалось. Как это произошло? Я не знаю звездки цифра 107 сторонок, в том числе в рамках програми співпраці с Международным валютным фондом. Была очень конструктивная дискуссия. Мы сегодня пришли весь порядок день, визначились, обминялись думками. Завтра будут происходить заседания комитетов, которые врахуют эти думки. О 12 године будут систематизированы эти правки, переданы. Ему будет еще одна нарада под моим голову. Время с премьер-міністром. И о 16 године мы выйдем в зал, чтобы проголосовать законы, которые позволят нам получать 4-летнюю программу МВФ. И провести певные изменения. В том числе есть и вопросы, которые будут по подоткновению таких больших государственных монополий, что значительно покращать ситуацию на повне государственного бюджета. Ваша відчутка, вы прогнозируете, что бюджет будет проголосованный? Я думаю, что завтра у нас есть все шанси достаточно высокие для того, чтобы проголосовать и бюджет, и весь пакет необходимых изменений. Давайте так сделаем. Вы же знаете, что до бюджета есть зауважения. У нас начаток программы была Юлия Володимировна Тимошенко, она его критиковала. Даже какие-то меседжи она просто лишила, попросила в студии. Я бы хотел с вами еще поговорить. Давайте сделаем это буквально за 2 минуты. У нас есть сюжет. Наш корреспондент намагался заявить, а как это для страны, для людей, для бизнеса жить с низкой гривни и высоким долларом. Так вот, вместе с ростом американской валюты мы все знаем, какой сегодня курс. Мы следим за курсом на обменниках. Выросли и цены. Цены во всей стране, но особенно на импорт. Вот как жить с такими ценами? Ответ в сюжете Алексея Пшемыского. Два часа по карпатским ямам и он в ЕС. Евгений ездит этим маршрутом уже 18 лет. Последнее время без спешки. Работы мало. В прошлом году 13-14 тысяч километров наезжали в месяц. А теперь 7-8. Почти в половину. Есть такие фирмы, что поставили. А как будет выгодна солярка? Он по 28 гривен. Плитку в хуст, брус в Словакию. С собой запас еды. Питаться даже в придорожных кафе теперь стало дорого. За 10 евро можно раз перекусить там где-то в автогриле. И то так, чтобы не сытно покушать, а так перекусить. Для киевской пенсионерки Марии 10 евро почти половина пенсии. У нее свой автогриль на двух колесах. Картошки 20 килограмм по 3 гривни. яблок по 9 гривни 3 кило 27. Баночка меда. Важко, ну что поделаешь. 1200, если бы дети не помогали, это зубы на полку, яких у меня не могу. И все. 39 за доллар. Паника и лихорадка. Итог пустые полки супермаркетов. Люди избавляются от гривны как-то. Ментально разбираем муку, сахар. Муку, сахар и олеем. Найбільше. До Европы 100 километров. Здесь фуру загружают лесом. Теперь до границы уже без остановок. Вот только назад придется ехать пустым. Для этой сети рыбных магазинов новый скачок доллара и евро удар ножом. цены и так сдерживали. Сельдь норвежская молодая это импортный товар. То она стартовала у нее была цена 40 гривен и сейчас она 128. Это очень печально. Почти вся рыба импортная. Бизнес можно сказать просто стал. То что вы видите, то есть люди себе позволят покупать рыбу в 4 раза дороже, но абсолютно не способны. Те кто занимается импортом, для них это катастрофа. А новые налоги теперь просто выпотрошат бизнес, уверен Олег. Пошлина со вчерашнего дня введена 10% плюс НДС на эту пошлину 2%. Шума двигателя в этом киевском автосалоне не слышали уже неделю. Клиентов просто нет. Да и с новыми ценами на железных коней перспектива неясная. Покупали ведь за доллары, а продавать за гривны. На сегодняшний день продажи приостановлены. За неделю цена поменялась где-то в районе 300 тысяч, то есть она была около миллиона. Сейчас вот ее цена миллион 316. Люди в ужасе. То есть в основном клиенты, которые купили у нас автомобили приходят и радуются тому, что они вовремя взяли автомобиль. Небольшой тест-драйв для нашей съемочной группы и снова тишина. О плохом Олег старается не думать. Чем будет дороже, тем скорее всего, что рынок будет проваливаться с каждым месяцем. Начнут закрываться автосалоны, я думаю, потому что если не будет продаж, не за что будет существовать. Три раза на день вам потребуется на сколько дней? Где-то на 5 дней назначил лекарства. Так. А тут 15 пакетов. 79, 39. Гривни 2 было за пакетик. Сейчас если 3 пакета на 3 на 5, 15, 82 поделите на 15. Сколько выходит? 5. Они выживут без норвежской сельди и новых авто. Без лекарств навряд ли. до границы всего пару километров. Где-то там за горизонтом, за кордоном. И высокие пенсии, и годные зарплаты. Его фура будет там уже через 5 минут. Но вот сколько придется туда идти Украине, ответа у Евгения нет. Там другое правительство, там они по-другому живут, там у них государство думает за народ. А у нас что? Какое государство у нас думает за народ? У нас, если сам за себя не подумаешь, все, кто за тебя подумает? Евгению думать не только о себе. Дома ждут жена и две дочери. Он часто размышляет о смене места жительства. По интернету вроде работа есть. Ну что туда украинцы приедут и соответственно зарплаты у них меньше и нужны мы там по-моему не. А что тут не робаете? Что робаете? Надо поднимать ту Украину, что-то устраивать, что-то власть менять, как-то что-то надо делать. Его фура обязательно пересечет границу дважды. Туда и назад. А жена дома приготовит свежий борщ для походного котелка. Алексей Пшемыский, Марина Коваль, Игорь Сулий, Валентин Белич, Юрий Ковалев. Подробности недели телеканал Интер. Это подробности недели. Мы в прямом эфире. Владимир Гройсман, глава парламента у нас в студии. Скажите, а вот что будет дальше? Доллар высокий, многим экспортерам тяжело закупать при нынешних ценах там даже те же лекарства. Мы видели, что есть эти проблемы. Что сделать? Как быть? Я хочу сказать первое, что на самом деле людям очень тяжело сегодня. Как тяжело от того, что происходит сейчас и от того, как прогнозировать своё життя. Особенно людям и похилого века. На самом деле они же не шокуют и никогда не шоковали. Они всегда жили очень скромно и каждый период времени таких важких. Им там не до этих деликатесов и не до автомобилей. Они завжди люди по своей натуре очень скромные. И эти пробования всегда проходят в первую очередь через них. И поэтому сейчас вопрос для того, чтобы стабилизовать ситуацию, нам нужно отримать транш. Для того, чтобы отримать транш, нам нужно провести изменения, которые позволят оптимизировать выдатки. Например, обмежить специальные пенсии. Если в государственном управлении люди работают, отримают государственную пенсию и заработную плату, это не социальная справедливость. В такий особенно важкий период времени. Поэтому будут решения чтобы все, кто на государственной службе, не будут отримать государственную пенсию, а будут отримать только заработную плату. Эти деньги можно перераспределить тем, кто нужден сегодня. Сегодня тяжело и очень невизначенно до среднего класса. Люди переживают и понимают и кредиты, и придбание, и деньги, которые были в национальной валюте. Но я глубоко уверен в том, что этот этап нам нужно пережить. Стабилизуется ситуация, проголосуем законы, произошло социальное Ради Валютного фонда. Немного отримаем этот транш. Но дальше, что очень важное, и тут было сказано, нужно восстановить Украину. И это правда. Потому что нереформована страна, она всегда будет создавать коллапсы и пробования для своих граждан. То, что водитель ехал до европейских стран, эти страны были реформованы. Я помню свою встречу с президентом Польши в 2010 Беринственном Камаровским. Первое, что он мне сказал, ты знаешь, чему наш успех в том, что мы провели децентрализацию влады. Мы отдали реальные деньги на места, и люди начали развиваться и жить. Их меньше начали интересовать то, что происходит в центре. Их больше было интересово то, что происходит у них. И сегодня можно сказать, что певный этап децентрализации прошел, но то, что нужно реформировать и экономику, нужно побороть коррупцию, которая разъедает все и нищит любые намеры изменения самой системы. Пане Владимир, мне сейчас скажут, что у нас есть Вашингтон на связку. Вы просто вспомнили, что если мы проведем реформы, то мы получим кредит МВФ. Давайте у нашего корреспондента я спросил, насколько мы близки. На этой неделе наконец появились долгожданные новости из МВФ. Там вплотную начали рассматривать вопрос об украинском кредите. И вот о датах и сумах спросим прямо сейчас у нашего Вашингтонского САПКОРа Дмитрий Еловского. Коллега, вам слово. Дмитрий, МВФ довольно долго откладывал кредит Украине, но теперь стало ясно, день Д наступит ровно через 10 дней, 11 марта. Именно тогда совет директоров Международного валютного фонда рассмотрит вопрос о предоставлении кредита, чтобы уже наконец начать процесс стабилизации украинской экономики. Валютные скачки гривны на этой неделе видимо дали финансистам понять, дальше тянуть нельзя. Однако некоторые влиятельные игроки деньги давать не хотят. Например, представитель Великобритании, который считает, что Киеву бесполезно предоставлять какие-либо финансовые средства. Все равно все сгинет в круговороте коррупции. Для большинства же членов МВФ главное условие для выдачи кредита это соблюдение перемирия на востоке Украины. Здесь предупреждают нет перемирия, нет денег. Сейчас в МВФ рассматривается долгосрочная программа поддержки сроком на 4 года минимум. Сумма первого транша еще окончательно не определена, но видимо это будет что-то около 10 миллиардов долларов. Такую цифру примерно называют и в Минфине Украины и наши источники МВФ. Впрочем, предполагается, что 10 миллиардов это только начало. Вся программа помощи Международного валютного фонда это 17,5 миллиардов долларов, а совокупный размер поддержки от МВФ и других доноров порядка 40 миллиардов долларов. Ну и судя по всему первый заветный транш должен поступить в Киев уже до конца этого месяца. Дмитрий? Коллега, спасибо большое. Вы знаете, никто не будет спорить, никто не будет спорить, что нам нужны эти деньги для того, чтобы стабилизовать. Все понимают, что МВФ там даёт их под минимальные процедуры, но есть вопрос, какой ценой мы их получим. Я обещал глядачам, извините, я обещал глядачам, просто у нас была Юлия Володимировна Тимошенко на начале программы. Вона різко критикувала ті зміни до бюджету, які має рада розглядати завтра. Вона навела кілька меседжів. Вона казала про те, що це вдарить по пенсионерам, це вдарить по малозахищеним. Ваше розуміння, є цей баланс між тими змінами, непопулярними реформами, на які треба піти, і вагою кредиту МВФ, який ми маємо отримати. Що на одній вазі, що на інших? У нас є дуже багато викликів. Якщо говорити абсолютно відверто, то треба відкинути сьогодні політику і говорити про той стан справ, який у нас є. У нас є війна, у нас є незаплановані видатки на оборону, у нас є падіння економіки, у нас є курс національної валюти, проблемний. У нас є багато викликів, які ми маємо сприймати. Те, що ми говоримо про сьогодні про транш міжнародного валютного фонду, це підтримка чи стабілізація ситуації. Але це не вирішення питань в цілому. Тому цей транш або транш або чотирьохрічну програму, яку ми отримуємо, це буде стабілізація на 4 роки від патресінь. І саме головне, за цих 4 років Україна має бути реформована. Інакше не треба нічого брати. Інакше, через 4 роки, якщо її не реформувати, ми прийдемо туди, звідки ми прийшли зараз. В такому самому ситуацію ми матимемо повернути ці гроші. Постійно. Це буде постійно. Тобто, мова йде про те, що нам потрібно побороти корупцію, як ви чули це в сюжеті. І певні кроки вже роблються, в тому числі, частину цих завдань виконує парламент з точки зору ухвалення законів. Нам потрібно побудувати судову систему справедливу, коли люди будуть розуміти, що є справедливість. Нам потрібно провести децентралізацію влади. Можливо, я дуже наполегливий в цьому постійно, але я переконаний, якщо ми не побудуємо якісну систему управління державою, а все буде концентруватись в Міністерствах Києві, ми жодним чином не зможемо досягти успіху. Тому децентралізація це питання номер один. Передати владу кошти і відповідальність на місця. З 2015 року підтвердять міста, обласні центри, міста обласного значення, деякі села і районні міста, що вже цей процес розпочався. Нам потрібно його пришвидшувати. Те, що я говорив про Польщу. Польща пішла цим шляхом. Сьогодні одна з найміцних економік світу, Європи. Чому? Тому що вони все розклали на свої місця. Вони кожному громадянину дали можливість включитись в процес в тому числі економічного розвитку. Те, що зміни, які треба проводити, вони будуть болячими, у мене немає жодного сумніву. Єдине, що мій колега нещодавно даваю інтерв'ю з одного з видань. Бувший мер Варшави, і він зараз працює в групі підтримки по децентралізації влади з Польщі, Мартін Свінцецький. Він сказав одну річ. Мені каже, дуже прикро, що у вас питання децентралізації з експертного середовища може перейти в політичне. А в політичне, ми знаємо, що там, де брались політики, на превеликий жаль, рідко коли був успіх. Там заговорюють це і все. Тут треба братися не за політичну складову, а за систему. І ми можемо 50 разів переобирати владу. Треба змінити систему, яка буде приводити людей, які здатні на місцях змінювати ситуацію. І така система є. І я вважаю, що це один із важливих пріоритетів. Звісно, і дерегулювати потрібно, і зменшувати тиск контролюючий. Це все ті завдання, які стоять перед нами. При цьому потрібно зміцнювати нашу оборонну здатність, бо в нас є виклики, про які ми навіть півтора року назад і не думали про те, що наші війни, наші герої сьогодні будуть на Східному фронті воювати і відстоювати нашу незалежність. Дякую, що були в нашій студії. Напомню, глава парламенту Владимир Гройсман з нами. І от два головних меседжа, просто просумірую, який ми услышали. По його словам, бюджет все-таки завтра, скорее всего, буде прийняти. Ну, а ще від нашого гостя ми услышали новість, которую ждали весь сьогоднішній ефір. Алексей Гончаренко на свободі. Ну, а завтра буде СОЦ. Будет следить за этой историей. Не забывайте ще одну вещь. Надо деньги передати людям. Именно о децентрализации. Це третій меседж, який ми уехали. Знаєте, наверное, це найголовніше, що люди б хотіли, щоб ті ресурсы, які є, передали їм, щоб вони могли що-то в своїх городах меність, а не тільки ждали указання з Київом. І це буде верно, і це буде сделано. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Буквально через несколько минут поговоримо с послом Соединённих Штатов в Україні. Ми узнаємо, а що думають о наших реформах, о їхній необхідності і о поставках оружію Україні в Вашингтоні. Пров'ємся ровно на 7 минут на рекламу. Дождитесь. ДИНАМИЧЕСІЇ ДИНАМИЧЕСІЇ Закон, який даст согласие на введення миротворців в зону конфлікта на Донбассі. Ну, согласість, многие із нас, коли обсуждали цю тему на неделе, коли следили за новостями, обсуждали между собою, а вот действительно появятся голубые каски ООН, можливо ситуація і наладиться. На этой неделе я специально зв'язався з Організацією Об'єднённих націй, і там нам, що називається «off the records», то есть без права разглашати источники, сказали, що традиційна миротворцівська миссія в Україні малореальна, і що, скоріше всього, якщо і буде согласія, то це може бути полицейська миссія, як в Боснії. Ну, а що це таке полицейська миссія, чим она може помочь Україні? Ми решили в цьому розібратися. 1 марта – це ще і годівщина начала той самій боснійській війни. Начало 90-х. Конфлікт, похожий на війну в нашій країні, дуже похожий. Точкой в боснійській війне стало международне вмешательство. І тепері в Боснії спеціальна полицейська миссія, така, як може з'явитися і в Україні. Вот за її роботи наблюдає Роман Бачкава. Сьогоднішній Сараево – це один бачий сплошной музей войны под открытым небом. Местами встречаються разрушені здання і повсюду монументи, напоминаючі о тех страшних событиях. Парламент был полностью сожжен. Це здання вже построили після війни. Вообще, в центре Сараево не уцелело практично ні одне здання. Город знаходиться в окружении гор і со всіх сторон пістоянно ввелся огонь. Все почалось ровно 23 роки назад. Накануні прошло референдум за отделення Боснии от Союзной Югославії. Шла мирна демонстрація, так як вдруг пуля снайпера оборвала жизнь одной студентки, а затем второй. Почти 4 года Сараево находилась в окружении. Ми видим, со всіх сторон були сербські танки. Они постоянно обстреливали город. За время осады погибло 11 тысяч горожан. Единственным способом спастись был вот этот туннель. Теперь здесь музей. Рыли туннель прямо во дворе жилого дома. Вот видим, в свое время сюда угодил снаряд. Строили сооружение в режиме чрезвычайной секретности, чтобы противник об этом не узнал. И вот, начиная отсюда и на глубине 25 метров, туда дальше тянулась дорога жизни. Длина туннеля 800 метров. За годы войны вот здесь по этому укрытию прошло миллион 200 тысяч человек. И видите, здесь такие вот рельсы, и по ним вагонетками доставлялись продукты питания. Всего более 5 миллионов тонн. Фактически этот туннель спас сараев. Для Радомира та война очень личная. Он и три его брата воевали друг против друга. Один был в сербской армии. Один был в хрватской армии. Третий был в армии республики сербской. И четвертый я был в армии Боснии Герцеговика. Четыре брата стреляли друг друга. Район Гарбовицы. Местные и сейчас стараются обходить его стороной. В этих подвалах держали пленных. Здесь были и дети, женщины, старики. И далеко не все выбрались отсюда живыми. Светом в конце тоннеля была возможность обмена пленными. Сейчас здесь можно спокойно прогуливаться, а в годы войны это место называли мостом смерти. Там были позиции сербов, с той стороны хорватов и мусульман, а здесь нейтральная зона, место обмена живыми и мертвыми. здесь повсюду валялись трупы, четыре года настоящего ада. Среди миротворцев были и украинцы. Размещались они в этом месте, тогда это были казармы Тито, а сейчас американское посольство. Теперь же речь идет об отправке миротворческого контингента в саму Украину. Обе стороны конфликта не могут достичь своих результатов военным путем. Гуманитарная ситуация в регионе достигла того апогея, когда мы можем говорить о реальной гуманитарной катастрофе. Экономическая система региона разрушена практически полностью, так что все, что вписывается в рамки общего понимания миссий, мы уже имеем. Впрочем, о создании международной миротворческой миссии в Украине пока говорит только сама Украина. В Боснии полицейская миссия Евросоюза была создана в 2004-м. Ее штаб находится на военной базе Бутмер. Вот мы видим прямо на наших глазах сейчас эти бойцы готовятся к тренировке. Здесь они постоянно проходят какие-то учения и взаимодействуют с местными силами безопасности. В нашу миссию входит 600 военнослужащих из 22 стран. Мы проводим совместные тренировки, помогаем местным силовым ведомствам двигаться на пути реформ. Одним словом, задачи далеки от военной. Своим присутствием мы хотим помочь Боснии интегрироваться в Евросоюз и НАТО. Наша миссия гарант стабильности и поддержания мира. В начале недели полицейскую миссию в Боснии посетила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини. В ходе визита зашла речь об Украине. Могерини обратила внимание на необходимость соблюдения Минских соглашений. Об открытии миротворческой миссии в Украине пока ни слова. Мы должны прилагать усилия к достижению мира. Это единственное соглашение, которое было подписано сторонами и поддержано Советом Безопасности ООН. На данный момент это единственный способ достичь мира в Украине. В Украину если и приглашать то миссию военную. Но учитывая обстоятельства это выглядит нереально. Никогда еще в истории не было такого, чтобы страна, которая является постоянным представителем при совбезе ООН была непосредственно вовлечена в этот конфликт. В случае с Боснией полицейская миссия была создана только через 10 лет после завершения активной фазы конфликта, когда война уже была давно позади, когда 100 тысяч жертв стали страшным наследием, а примирение и восстановление страны из руин тяжкими буднями и длятся они до сих пор. Роман Бачкала, Владимир Дедов, Ирина Дьяченко. Подробности недели телеканал Интер из Боснии. Ну и мы все время апеллируем к Соединенным Штатам, ждем от них миротворцев и финансовой помощи и теперь уже оружие. Но не стоит забывать, что кредит доверия не бесконечен как и в личных отношениях, так и в отношениях между странами. И последнее время американские чиновники, в том числе и очень высокого ранга, к примеру, вице-президент Байден, который был в Киеве и был не один раз, все чаще они говорят о том, что стране и самой стоило бы действовать активнее, а не только надеяться, что, помните, как у классика за границей нам поможет. Эти месседжи, все откровение, ну вот в частности, посол Соединенных Штатов в Украине Джеффри Пайет в недавнем интервью Юлии Мостовой в «Зеркале недели» Вот оно. Высказался абсолютно прямо. Он сказал, что реформы это вопрос жизни и смерти для страны. Незадолго до эфира подробностей недели мы здесь, в этой студии, поговорили с господином Пайетом. И сейчас вы увидите запись этого интервью. Пожалуйста, вслушайтесь в главные месседжи дипломата, ведь интервью продолжительное, но оно очень откровенное. Прошел год с того момента, как Арсений Яценюк был назначен премьер-министром. И вы лично, и госсекретарь Джон Керри, когда он приезжает в Киев или говорит по телефону с Киевом, скорее всего, слышите те же самые правильные слова, как и год назад, но на деле реальных реформ не видно. Нет ли у вас чувства, что Украина теряет свой последний шанс? Это был экстраординарный год. Я думаю, что премьер-министр, президент и их команда заслуживают одобрения за то, чего они достигли. За честные выборы, самые честные выборы в истории Украины. За соглашение с МВФ, которое помогло поддержать экономику Украины. А самое главное, за то, что Украина выжила. Украина смогла дать отпор постоянным попыткам России разделить Украину на части, посеять раздор. И я полностью согласен с вами, что основным требованием Майдана было проведение глубоких реформ в системе управления, экономике. И это до сих пор остается самой главной задачей правительства. А Штаты будут помогать ему справиться с этой задачей. Говоря о происходящем в вашем недавнем интервью «Зеркалу недели», вы сказали, что проведение реформ в Украине является вопросом выживания страны, вопросом жизни и смерти. И что, если все будет продолжаться, как и ранее, возникнет вопрос, выживет ли Украина, нет ли у вас чувства, что вас не услышали? Не соглашусь с вами. Мысль, которую я хотел передать в этом интервью, сейчас момент жизни и смерти для Украины в смысле проведения реальных реформ. Это то, что я слышу от многих политиков в Украине. Старые практики глубоко вжили систему. И нельзя просто изменить лица, нужно менять систему. Но ведь вы наверняка разговариваете с крупными американскими бизнесменами, с инвесторами. Что они говорят? Разочарованы тем, что реформы проводятся недостаточно быстро. Но они признают, есть и определенный прогресс. Новая система госзакупок, меняется правовая система. Вы избавляетесь от посредников между покупкой и подставками газа. Это все шаги вперед, но это только часть работы. Предстоит долгий путь, чтобы осуществить настолько глубокие реформы, насколько требуется. Когда вы давали интервью Андерсону Куперу с CNN о происходящем на Донбассе, то сказали, что ситуацию можно изменить одним телефонным звонком. Что вы имели в виду? Мы считаем Россию основной ответственной стороной за невероятного масштаба насилия, которое происходило на Донбассе весь прошлый год. Недавно мы опубликовали дополнительные данные. Мы знаем, что регулярная часть российской армии принимали участие в захвате Дебальцева, военных действиях, которые происходили уже после того, как Минское соглашение должно было вступить в силу. Россия поставила сотни и сотни единиц тяжелого вооружения с декабря, с момента тишины, в том числе и те, которые использовались в атаке на Дебальцева. Мы считаем, что российские генералы принимают участие в конфликте на Донбассе, и что российские офицеры командует тактическими военными операциями на Донбассе. Мы знаем, что Россия использует современная электронная система наведения ракет класса «Земля-воздух». Это то, что я сказал Андерсону Куперу, что этот конфликт можно остановить одним телефонным звонком, звонком президента Путина. Россия создала этот конфликт, Россия способствовала его эскалации в декабре-январе, и Россия должна принять решение о его деэскалации. Говоря о российском военном присутствии здесь в Украине, есть ли у вас дополнительные доказательства? Да, у нас очень много доказательств. Командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Ходжев сказал, если вы не признаете военное присутствие России на территории Украины, это значит, что вы не хотите его видеть. У нас есть спутниковые данные, у нас есть собственные источники, доказательства российского военного присутствия на Донбассе, а также очень много материалов, которые сейчас появляются благодаря западным журналистам, которые ездили на Донбасс и встретили там россиян, к примеру, с Дальнего Востока. Сфотографировали танки и другую военную технику, которая никогда не производилась в Украине. Сфотографировали колонны техники, которая двигалась очень организованно. Это не ваши шахтеры или фермеры, как Путин пытался это представить. Если у США и других стран мира есть эти доказательства, возможен ли новый этап санкций? Что сейчас планируется? Напомню слова, которые произнес министр финансов США Джейк Обью, когда он был в Киеве, мы еще не закончили. Наши инструменты по поводу следующих шагов не исчерпаны, но на данный момент я воздержусь от упоминания того, что конкретно это может быть. Говоря о возможной поставке американского вооружения в Украину, гуссекретарь Джон Керри сказал в Лондоне пару дней назад, что у президента США есть несколько дней на то, чтобы решить, одобряет ли он это жизненно важное для Украины решение или нет. Мы все хотим, чтобы Украина могла защитить свою суверенную территорию. Конгресс США одобрил выделение 120 миллионов долларов в этом году для обучения и для покупки оснащения. Единственный вопрос, который все еще обсуждается, должно ли это включать в себя оборонительное летальное оружие. Но, откровенно говоря, я считаю это намного менее важным вопросом, чем наши усилия по увеличению оборонительной способности украинской армии по проведению оборонных реформ. Они также важны, как и реформа милиции, которую мы обсуждаем с Министерством юстиции, реформы по ценообразованию на газ и энергоносители, которые мы обсуждаем с Министерством энергетики. Проведение этих реформ является невероятно важным. В начале нашей беседы я уже сказал, что для Украины сейчас нет ничего важнее, чем реформа системы и утверждение европейских ценностей, к которым стремятся украинцы. Спасибо большое за ваше время. Был рад снова вас видеть. Вам спасибо. Ну и сейчас снова вернемся к ситуации на фронте, где многие ждут вот этого самого американского оружия. Там сейчас продолжается отвод тяжелых вооружений. Все подробности об этом у нашего корреспондента Ярослава Кречко. Ярослав, что сегодня ты видел? Происводит ли он отвод вооружений? Добрый вечер, Дим. Процесс отвода техники идет, но идет достаточно медленно. В первую очередь из-за взаимного недоверия сторон мы сегодня не видели активного передвижения украинского тяжелого вооружения, по крайней мере на дебальцевском направлении. В предыдущие дни наши военные уже отвели от линии фронта 100-мм противотанковые рапиры, дальше по графику самоходные установки грады, смерчи и ураганы. Отвод тяжелого вооружения от линии фронта стороны должны закончить до 7 марта. График составлен отвода таким образом, чтобы та группировка наших войск, которая остается, была в состоянии решать оборонительные функции. Поэтому мы внимательно наблюдаем на действиях противоположной стороны и наши действия синхронны. В штабе АТО говорят, что на некоторых участках террористы создают видимость выполнения минских договоренностей. Днем перед представителями ОБСЕ технику отводят в тыл, а ночью привозят обратно. Не верят в заявления боевиков и наши военные на передовой. Мы отводили технику, но сказать не будем какую, потому что военная тейнница, но мы отводим технику. Надеемся, что товарищ Путин свои слова дотримует. Когда мироспоржевские войска скорее всего войдут до нас, вот тогда Путин сдрыхлит, грубо говоря, он начнет отводить войска. Ну а так он бы на нас лезти, как блохица. Мы отводим. Мы отводим технику, все. потому что мы видим это. А с той стороны что там делается, мы не видим это. Ну в принципе и не слышно, что кто отводил. В то же время в последние дни боевики практически не открывают огонь. Из артиллерии полной тишины на фронте нет, но прогресс все-таки есть. Немає обстріл. з минометів, з градів. Це трошки нас заспокоює. И мы раді тому, что договоренности, які були в Минск, они почали виконуватися. Ми продолжаєм следить за ситуацией в зоне АТО, за отводом техники от линии фронта и о развитии событий обязательно сообщим. Дима. Спасибо большое, коллега. Но у вас на самом деле на сегодня самая главная миссия об отводе вооружений. Говорит весь мир. Говорим не только мы с вами сегодня в этом эфире. Говорят и ведущие телеканалы мира. Все присматриваются и к Украине, и к той стороне за линией фронта. Война оставила на Донбассе много разбитых городов. Вот пока что перемирие. Мы только что говорили об этом с нашим корреспондентом. Но государство еще не начало восстанавливать этот регион. И частная инициатива появилась. Восстановлением Донбасса занялись депутаты. Давайте посмотрим, как это было. Попасная. Четыре дня, как стихли обстрелы. Местные жители начали выходить из подвалов и убежищ на улице. Пользуясь затишьем, волонтеры везут сюда продукты. Едва машины с гуманитарной помощью появляются во дворе, их тут же окружают нуждающиеся. Таких Попасной до трех тысяч. С декабря Попасная под обстрелами. Кто успел уехать, тому повезло. Остальные в холоде, в проголодь и в страхе за собственную жизнь. Я сплю тут с мамой, а папа спит там. А уроки где делаешь? Вот тут за столом. А в школу когда последний раз ходил? 8 месяцев назад. Вон моя квартира, разбито полностью все. Отопления нету, разбито, все разбито. Видите, одна в крышу, во второй и в третий подъезды. Это заделали мужики наши. За месяцы боев Попасная превратилась в руины. Поначалу люди пытались самостоятельно отстроить разрушенное. Но сейчас на это ни сил, ни денег. Это уже пятый раз мы сюда приезжаем, привозим гуманитарную помощь. В понедельник, в этот понедельник здесь были два депутата Сергея Дунафь и Юрия Бойко. Они встречались, общались с людьми и сказали, что помогут еще в восстановлении, то есть непосредственно именно жилого фонда Попасной. Вот эти стройматериалы из Лисичанска отправляются в Попасную. Государственные функции по восстановлению разрушенного Донбасса взяли на себя местные предприниматели. Предпринимателями нашего города приобрести цемент, шифер, стекло и, естественно, это все поедет в город Попасный на восстановление. К сожалению, те обещанные 300 миллионов, которые правительство озвучивало и в прошлом году на выделение восстановления Донбасса, на сегодняшний день не поступило ни в Донецкую, ни в Луганскую область. Идея принадлежит главе парламентской фракции оппозиционный блок Юрию Бойко. Он на днях лично посетил Попасную и узнал у жителей, в чем они нуждаются в первую очередь. Материалы уже закупили, мы сейчас нагоним сюда строителей. Но главное, чтобы не стреляли, говорят местные жители, и чтобы перемирие было навсегда. Мы продолжаем этот подробности недели. Мы в прямом эфире. Народный депутат Вадим Рабинович только что подъехал к нам в студию. Вечер добрый, спасибо, что подъехали. Скажите, а вот если говорить о восстановлении Донбасса, то по вашим ощущениям, по вашим данным, по вашим надеждам, сколько времени и сколько средств на это понадобится? Вы знаете, я думаю, что нам рано говорить о восстановлении Донбасса. Дай бог, чтобы там установился мир для начала. Я думаю, что сегодня средств, которые в стране не хватит, все это восстанавливать. Но это вторая часть. Я думаю, сегодня так думать об этом не надо. Нам надо, молодцы, частные инициативы какие-то делать. Надо сегодня какую-то программу для Донбасса делать. Но именно сегодня сказать, что оно будет восстановлено, я думаю, что это не так. И вообще я хочу вам сказать, что в современном войне выигрывают не на поле боя больше. Выигрывает экономика. Выигрывает та страна, которая построит в своей стране, своим людям более комфортные условия жизни. И вот здесь вы сами понимаете, что мы проигрываем уже не только Донецк. Конечно, мне удобно было говорить, что я все вам это говорил год назад. Но я думаю, что сегодня как раз надо перестать кого-то обвинять в том, что... Я имею в виду военные действия, не экономические. Что произошло, надо всем садиться, потому что сегодня вся страна в оппозиции уже тому, что делает правительство в экономике. И нам надо сесть, наверное, всем за стол, забыть всякие разговоры вчерашние. И сегодня добиваться того, чтобы спасти страну. Добиваться того, чтобы как-то сдвинуть экономическую катастрофу вот эту. Вот это я думаю правильно. Тогда мы найдем деньги и на Донбасс, и на Киев. Вы знаете, просто спасать страну можно и на дипломатическом фронте, и на фронте. А можно просто кому-то крышу отремонтировать. Потому что, честно говоря, люди уже стали ждать этих обещаний, что будет мир, будет мир. Но они хотят, чтобы дождь им хотя бы нагрузы не лил. Я вам скажу вот что. Я думаю, что все люди хотят зарплат нормальных, пенсии нормальных, спокойствия. А их кормят сказками о будущем, фантастикой о вчерашнем и мифами о гидности. На самом деле, смотрите, сегодня уже довели до того, что в магазинах выгоднее всего просто жрать продукты прямо там. Потому что, когда дойдешь до кассы, они подорожают в три раза. Стыдно было мне сегодня заходить. Я зашел в Ашан, это большой супермаркет. Мне стыдно было. Люди стоят, взвешивают одну картошку взять или одну мандарину, или что там взять. Но это же невозможно. Вот где мы проигрываем войну. Вот что мы делаем. И при этом правительство вводит какие-то новые драконовские законы. Завтра собираются проголосовать в новом виде бюджет, где уже и людям, которые работают пенсионным, нельзя получать или пенсию, или зарплату. То есть выметут еще специалистов. Завтра же. И, кстати, для того, чтобы все это закрыть, будут придумать там всякие аресты или другое. Поэтому нам нужно всем перейти в оппозицию к экономике правительства. Вот это вот, я думаю, самое правильное. Скажите, а вот в том бюджете, который завтра будут голосовать, ну не столько бюджет, сколько изменения к нему, но все равно вот новый финансовый документ. А там заложены какие-то деньги для Донбасса, для тех, кто сейчас в подвалах, кто помощи ждет? Вы знаете, а вы видели этот бюджет? Вот так и я видел. Нет, не видел. В прошлый раз его принесли в зал. Ну подождите, я журналист и депутат. Депутат Верховной Рады. Раздали всем. Луценко сказал, что мы такую кинокомедию принимать не будем, потому что хоть видел человек, что... И через два часа додавили всех. Вот я думаю, что завтра эти люди, которые ничего не читали, которые опускают глаза, которым стыдно второй раз это делать, да? И все равно они завтра, не дай бог, конечно, примут опять это. И это означает, что это уже как бы старт к уничтожению государства стал. Сегодня надо остановиться. Все уже как бы удивительно так говорят. Ну вот это наши, наши. Принимать закон сегодня подала народный... Яценюка фракция подала закон за то, что человек критикует правительство, два года тюрьмы можно получить. Почему? Чтобы тупое их экономическое вот это вот не могли говорить все люди, заткнуть им рот. Ну как, что происходило? Они еще говорят о том, что какие-то законы раньше принимались. Да это вообще такого ни в одной... Танзании какой-то там нет последней. Скажите, ну вот мы все сейчас в последние дни подводим итоги этого года, года правительства Яценюка, а я вас еще не спрашивал. Скажите, а как вы его оцените этот год? Вы знаете, я вместе со всей Украиной оцениваю следующим образом. Критерием работы правительства являются улучшения жизни граждан. Дорогие граждане, вы лучше живете? Нет, вас топтали в грязь, топтали в незмеи, в той, как вы спрашивали, а как вам работа правительства? Да если это честное правительство, оно должно быть камикадзе до конца. Знаете, что должны камикадзе сделать? По крайней мере, пока закончится наша передача. Поэтому оценка правительства ноль и минус. Ну, какие-то такие у нас украинские варианты камикадзе. Я спою, что вы хотите, я вам говорю то, что я думаю. Давайте на сюжет прервемся. Наши корреспонденты поговорили с людьми, которые сейчас на грани выживания, и поговорили с бизнесменами, которые думают о восстановлении Донбасса. Давайте посмотрим. Боже мой, ну все, все, пошли. Оксана Переселенко с Востока. В Киев перебралась из Макеевки. Профессиональный кинолог перевезла из провинции в столицу своих четвероногих подопечных. С трудом нашла жилье, а вот с работой пока никак. Я вижу себя как человека, который занимается обучением и коррекцией поведения животных. Мне для этого не нужно, чтобы я там нашла офисную какую-то работу. Я такая более-менее автономная единица. В нашем реестре профессий даже нет такого слова, как зоопсихолог. Государственные структуры, к большому сожалению, не слишком. Не могут вообще, в принципе, помочь. Центри занятости не скрывают. С вакансиями в столице нынче туго. Действительно, существует дисбаланс между попытом и пропозицией рабочей силы. В основном вакансии подаются, актуальные вакансии, работающих профессий. До нас люди возвращаются, более квалификованные фаховцы, экономисты, бухгалтеры, инженеры. И, на жаль, таких вакансий очень мало на сегодняшний день. Мы имеем по Киеву такую ситуацию. Кількость безработных, между двече, сбільшилась сегодня. Она складывает, между 18 тысяч безработных. И в тот же час, на 40% скоротилась кількость вакансий, которые нам надают работодавцы. Если перераховать, то выходит, что на одну вакансию пропадает 2,5 особи. Ряды безработных пополняют не только беженцы. Предприниматели массово сворачивают бизнес. Вынужденно. Формально количество податков сократилось, но фактически ничего не изменилось и даже увеличилось. Товарооборот уменьшился. Особенно это ощутимо при росте курса доллара. Закрываются предприниматели, которые действительно столкнулись с такими проблемами. А очень многие столкнулись с проблемами в банковской сфере. Многие предприниматели активно пытаются продать свой бизнес, но желающих купить такой товар в кризис нет. Бизнес сегодня не имеет запаса жира. Никакого уже. То есть все, что можно съели. Все компании, неважно, большие или маленькие, или средние, они пережили ужасную ситуацию 2014 года. Они верили сначала в президентские выборы, думали, что что-то произойдет. Потом ждали парламентских выборов, верили, что что-то произойдет. Конечно, вера – это хорошо, это правильно, но надо что-то делать. Мы должны вернуть своих инвесторов, привлечь чужих инвесторов, дать надежду, убрать вот эту депрессию, которая сегодня происходит в стране, не веря сам в себя, непонятно, куда мы идем и что делаем. Это самое главное, потому что оно находится вот тут все в голове. Как только мы это поменяем, мы сразу начнем решать вопросы. Каждый день очередь нетрудоустроенной пополняется новыми безработными. Каждый поезд с востока привозит их в столицу. Только в Киеве переселенцев, ищущих работу, более двух с половиной тысяч. Среди них и те, кто переехал с Донбасса вместе с Оксаной. Те, которые не устроены, они просто планируют вообще менять профессию. Но есть пару человек такие, которые не хотят заниматься. Для них это был как некий даже толчок. То, чем я занимаюсь, далось достаточно высокой ценой. И я говорю, что я не готова от этого отказаться. Голова и руки есть, как-то справимся. Ольга Мишина, Владимир Самченко, Сергей Келемник. Подробности недели. Телеканал Интер. Дмитрий Афирташа, вы видели фрагмент его интервью в этом сюжете. Вот об интервью его попросили не только мы, но, оказывается, и западные СМИ. Дело в том, что уже в этот вторник в Австрии пройдет международный форум. Будут обсуждать там вот как раз вопрос, как восстанавливать Украину. Организаторы Федерации работодателей и профсоюзы. Так вот, в Австрии предложат план создать специальное агентство, которое подготовит план модернизации Украины. А еще будет создан фонд. Его задача как раз и собирать средства, которые смогут спасти украинскую экономику. При этом речь пойдет не об очередных займах, а вот как раз о многомиллиардных инвестициях. Участие в форуме примут и политики, и бизнесмены из Германии, Франции, Великобритании, Польши и многих других стран. Всех их ждут, по крайней мере. Организаторы этого венского форума говорят, их усилия нужны, потому что правительство не предоставило понятного всем нам плана, как стабилизировать экономику. Ну а что сейчас происходит? Чиновники надеются на получение кредитов от международных структур, а проблемы привычно списывают на войну. Тем временем, только за прошлый год отток инвестиций составил, вот вдумайтесь, огромная цифра, 8 миллиардов долларов. И вот об этом глава федерации работодателей Дмитрий Фирташ как раз и говорил в интервью телеканалу Евроньюз. Давайте основные месседжи посмотрим. Моё глубокое убеждение в том, что Украина нуждается в реконструкции, мне кажется, что для нас должна быть какая-то система, то ли федеральное устройство, то ли польская система, то ли немецкая система или австрийская. Но мы должны расставить точки над ей. То есть я считаю, что мы должны дать регионам больше полномочий, мы должны провести... Без этого не будет никаких реконструкций и никакой модернизации страны не будет. То, что сегодня происходит, это уже не надо обсуждать, что сегодня мы имеем. Мы должны обсуждать, что нам делать. То, что мы имеем, мы и так знаем, мы уже с вами это видим. И больше я скажу или меньше скажу, это очевидная ситуация, что страна в коллапсе. То есть мы, по сути, банк роты. Мы ничего не можем. И, к сожалению, правительство не сделало ничего в этих реформах. Главное, что закончилась война, я надеюсь, и Европа, и Украина, и Россия должны садиться разговаривать. Нравимся мы друг другу, не нравимся, но надо разговаривать. Очевидно, было понятно, что когда Европа принимала решение и Украина шла в Европу, нельзя было не учитывать интересы России. И надо было с Россией разговаривать параллельно. Украина-то то же самое должна была сделать. И мы сегодня видим, что с одной стороны мы получили политическое решение, с другой стороны нас отложили на год или на два. И все равно пытаются отдельно разговаривать с Россией. Зачем эта спекуляция? Давайте сядем спокойно и разберемся, где наши проблемы. Что хочет Россия, что хочет Украина, что хочет Европа. И давайте открыто обсудим эту ситуацию. Нам надо объединиться. Нам надо сделать одну игру, один рынок. И неважно это будет от Лиссабона до Дальнего Востока или с Дальнего Востока до Лиссабона. Продолжаем, Вадим Рабинович, в нашей студии. Вы знаете, у меня последний вопрос к вам, но вопрос очень важный. А вот многие из нас сейчас, когда они смотрят на эти временные трудности, но мы верим, что все равно все пройдет, что мы победим, что когда-то все наладится. Но вот главный вопрос сейчас, а когда? Как по-вашему, когда Украина сможет вернуться к довоенному уровню жизни? Ну, вы знаете, наверное, все зависит от того, как быстро уйдет это правительство, понятно. Но давайте я буду отсчитывать от того момента, когда оно уйдет, хорошо? Потому что я не знаю, сколько оно просидит. Нам кажется, что нам полгода достаточно. И поверьте мне, мы не сидим и не плачем. Мы работаем над экономической программой, при которой полгода достаточно, чтобы вернуть ситуацию на прежний уровень. И перейти к развитию. Есть очень простые механизмы. Я не могу вам, у вас короткая передача, я скажу несколько вещей. Нам надо прекратить сделать ревизию внешних заимствований. Мы платим сегодня, вот сейчас сказали, все ждут кредита. Половину кредита получит, сказали, Национальный банк. Половину правительство для того, чтобы заплатить долги. Нам нужно сделать ревизию долгов и проверить, никуда ли не украли, извините меня за нехорошее слово, всего предыдущее. И не платить те кредиты и те займы, которые ушли налево. Нам надо прекратить брать вообще сегодня кредиты под неизвестно что. Нам надо прекратить строить заборы за миллиарды. Вот, например, премьер-министр сказал, что он выпишет билет в один конец любому, кто против забора. Может, ему одному выписать уже билет в один конец, чтобы страна вздохнула спокойно. За полгода, я еще раз говорю, я не занимался никогда политикой. Я вот прямо в глаза вам и своим избирателям говорю, за полгода мы вернем страну в нормальное русло. И мы сегодня инициируем, чтобы не было это узкий оппозиционный блок какой-то. Мы инициируем создание большого форума, форума за Украину всех сил, всех оппозиционных, неоппозиционных, всех, которые хотят вернуть экономику в прошлое русло. Убрав оттуда политический акцент, оставив только экономический. Поэтому, пожалуйста, давайте не впадать в депрессию и в несчастье. Мы все равно победим. Великая страна, великий народ, с весной вас, и мы будем, все будет хорошо. Слушайте, ну спасибо огромное за оптимизм. И вот за этот прогноз про полгода. Вадим Рабинович, спасибо, что были в нашей студии. Хорошо, давайте сейчас сменим тему, сменим тему резко. И я обещаю вам сейчас интересный разговор. У нас лидер группы Токио, фронтмен группы Токио и мачете в студии. Вечер добрый, проходите, пожалуйста. Вот так вот удобнее будет встать, раз вас видеть. Ух, вы выше меня. Знаете, в клипах, когда смотришь, непонятно. Я поясню, почему именно этот гость появился в нашей студии. И на этой неделе очень многие в социальных сетях обсуждали, что группа Токио покидает Москву, где добилась, на самом деле, огромного успеха, где ее клипы показывали на крупнейших федеральных каналах, где она участвовала в крупнейших концертах и переехала в Украину. А да, если можно, отдайте звук вот с этого клипа, который сейчас у нас на экране. Ну, есть звук, да? Ну, на самом деле, это та песня, по которой все... Да-да-да-да-да, по которой все вот сейчас просто узнают нашего гостя. Ярослав Малый. Скажите, почему вы приняли и насколько сложно для себя вы приняли это решение порвать с успешной карьерой в России? Ну, во-первых, самое главное, я гражданин Украины, всегда им оставался. И ввиду той ситуации, которая сложилась и политической, и военной, я решил, что по-другому я поступить никак не могу. И то количество лжи, которое льется из средств федеральных массовой информации, которые там есть в Москве, которые есть в России, это просто невозможно для жизни, это очень опасно находиться там. Многие предпочитают сказать, мы артистам, мы закроем уши и мы будем петь. Ну, дело в том, что те вещи, которые мы поем, они идут от сердца. То, что мы верим, то, как мы живем, то, во что мы мечтаем, то, без чего мы не можем. Поэтому это наша позиция и в наших песнях, и в наших поступках, и в нашей жизни. То, как мы живем, так мы и делаем, так мы поступаем. У вас явно в России остались друзья, коллеги. А что они говорят? И о ситуации здесь, и о вашем поступке. Вот есть те, кто, ну, перестали быть там Фрэнс или Фейсбук Фрэнс, кто не понял вас? Ну, по сути, я могу сказать, что те люди, которым было близко, была близка наша позиция и было близко наше творчество, они понимают, что, в принципе, это единственный правильный выход в сложившейся ситуации сейчас в России. Потому что, к сожалению, огромное количество людей зомбируется, огромное количество людей ввергается в океан неправды и лжи. И из-за этого у них реально начинают меняться мысли. Они из здравомощущих людей становятся... У нас бывают и ссоры, и проблемы по этому поводу. Вы сами знаете, что сейчас есть люди, которые там в семьях даже существуют раздоры по этому поводу. Люди разделяются. Но мне кажется, что это временно. И самое главное в этой всей истории, это не политический контекст. Самое главное в этой истории, что сила, она не в армиях, сила не в политических каких-то решениях, сила в Боге. Это самое важное. И мы просто потеряли то, ради чего мы вообще находимся в этом мире. Помнишь, что Бодров говорил еще в правде? В чем сила? Сила в правде. Бодров говорил про силу в правде. Я говорю про силу в Боге. И я знаю это точно, сто процентов. Потому что если... Это духовный стержень, он должен быть, он должен присутствовать. Люди потеряли смысл, ради чего все это происходит с нами. Мы увлекаемся какими-то политическими событиями, увлекаемся какими-то катастрофами. Если вы посмотрите, что в мире происходит, да, невозможно же на это смотреть. Нет ни одного островка, где было бы спокойно. И все это говорит о том, что мы что-то неправильно делаем. И единственное, что у нас есть, единственное, как возможность, которая у нас есть, исправить то, что происходит, обратиться к Всевышнему. Всем нам. И здесь, и в России, и в других странах мира. Обратиться, понять, что мы делаем неправильно. Извиниться перед ним за это. И попытаться наладить что-то в своей жизни. Здесь, сейчас, вот рядом, в семье, в отношениях друг с другом, в отношениях между странами, в отношениях во всем мире. Мне кажется, что это единственный выход из ситуации. Потому что все остальное, политики, даже посмотрите на то, что происходит. Постоянно говорят о том, что там сейчас будет какая-то помощь для Украины. Финансовая, военная или еще. Ну, постоянно возникают какие-то проблемы, этого не происходит. Этого не происходит по другой причине. Потому что не эта помощь нам нужна. Нам нужна помощь Всевышнего. Мы должны обратиться к Богу нашему и сказать, папочка, что мы делаем не так? Скажи. Пожалуйста, помоги нам выкинуть ситуацию. У вас есть еще одна возможность, вот не только обратиться к высшим силам. У вас есть возможность еще и петь, чтобы в ваших песнях люди услышали и призывы, и смысл. Ну, мы это и делаем. И я надеюсь, что те люди, которые любят наше творчество в России, они поймут, что мы не могли поступить по-другому. И, естественно, мы будем продолжать делать нашу музыку. И для музыки нет границ. Поэтому я думаю, что наши мысли и наша музыка будут доходить и туда, и везде. У вас есть новая песня. Давайте прямо сейчас ее услышим. Давайте, конечно, с удовольствием. Песня называется «Солнце из ножа». Тик-так, what the fuck, это не кажется мне. Мы на войне, наш кайф, one life, сменила команда к стене. Нет сна, нет дна, обмана и глупости бездна. В руки автомат, в голове мат перемат. Вытащив солнце из ножа, будь осторожен. Вокруг это царство тьмы, и вроде выхода нет, но он все же возможен. И первыми будем мы, те, кто верят, как дети, в свою любовь. Спокойно и свято, мама, не бойся, я с тобой. Жди сына солдата домой. Дом где-то там, а тут приказ, все по местам. Вперед, как на старт, и пули стреляют не в паспорт. Горит земля, плачет, любимая моя. Кто к нам сгоряча, с мечом от меча? Вытащив солнце из ножа, будь осторожен. Вокруг это царство тьмы, и вроде выхода нет, но он все же возможен. И первыми будем мы, те, кто верят, как дети, в свою любовь. Спокойно и свято, не плачь, любимая, я с тобой. Жди мужа солдата. Солдаты вернутся до ван-дей, 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 солдаты вернутся до ван-дей. Ван-дей, 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 солдаты вернутся домой.